привет друзья как меня слышно друзья сегодня суббота сегодня не среда но я себе позволю все-таки запустить сегодня эфир потому что я решил ну что это нужно решил что это кому-то пригодится и мы сегодня поговорим о четырех сценария мира о том как меняется фотография как таковая ну и соответственно я буду рассчитывать на вас на ваши отзывы на ваши но сейчас проверим звук ну что это нужно вроде ничего так играет вроде ничего так играет да ну вкратце могу сказать для того чтобы сегодня поднять все настроения вас они очень солнечно хорошо хотя сейчас уровень солнечной магнитной активности шестерка что это вы знаете но между пятеркой шестерка 10 раз между четверка и пятерком 10 но соответственно это слишком слишком большое магнитное поле которое влияет на человека множество частиц проходит через него но кроме того что они оказывают какой-то вред конечно оказывают и пользу в том числе фавионыч сегодня видите с каким у нас сегодня фавионыч новый фотограф функционер в новом стиле фотографии как говорится сегодня разные вопросы будем обсуждать и конечно ответим на ваши вопросы друзья поэтому кто еще не присоединился присоединяйтесь да кстати фото 0 почему называется фото 0 0 это глагол многие не знают что думают что это существительное на самом деле это глагол ну я обозначил то как вот мир уже не торт вот такой осенью название мир уже не торт и соответственно фото 0 я расшифровал так действие связаны в фотографии камерой фотограф имеющий знак нуля или обнуление или там как угодно скажите фавионыч подтвердит он очень фотограф видите матрицы фотограф матрица сегодня фавионыч да как меня слышно друзья сегодня поменял тут свой образ много информации за этот месяц произошло из чего начнем друзья начнем с того что я вкратце озвучу тезисы а дальше вы уже там по тайм кодам которые я в записи трансляции вы посмотрите кому какие будут интересны вопросы значит мир уже не торт и к чему придет фотография она уже начинает перестраиваться как и вся система которой мы же с вами живем вся вся система да именно система она перестраивается многие сопротивляются многие не понимают куда это идет но мы-то знаем с вами с поведом чем так вот друзья сейчас я хочу все таки отправить приглашение что у нас тут тут не так здесь не тут ладно смысл в том друзья что мои предположения мои предположения как изменится меняется фотографии к чему она придет ближайшее время это только предположение друзья сегодня какая-то у меня здесь видите а очки здесь наушники как меняется будет меня с фотографии куда она идет и я здесь хочу высказать свою гипотезу насколько она будет верно не знаю но заодно он вы напишите друзья мои предположения следующие можно даже зайчика запустить вам видите какой сегодня вот кстати хороший фильтр чем отличается от плохого любой тряпкой протирая и все чисто все все нормально вот так я буду с вами играть новое направление применения фотографа друзья то есть профессия фотографа или назначение фотографа не только профессия но и назначение любитель он не любитель новое направление применения фотографа это связано с новыми знаниями и новыми умениями отличными от тех которые были в двадцатом веке девятнадцатом веке когда началась фотография ну как нам преподают да на самом деле я считаю что вот гораздо древнее искусство судя по рисункам пиранези и и же с ними ну и камера обскор вы знаете что появилось много много сотен лет назад так вот 2 2 пункта который мы с вами сегодня можем обсудить это новые инструменты для бизнес-систем связанных с фотографией конечно и новые способы коммуникации бизнеса новые способы скажем сегодня что еще сумасшедшие что на бизнесмен что ли нет я не бизнесмен но я общаюсь бизнесменом в том числе и вижу что изменения там происходит уже не один год дальше новая граница охвата интернет проводники и сообщества это очень тема интересная она происходит уже не один год и даже не десятилетие но сейчас она придет к некому знаменателю друзья и соответственно новое понятие вместе вместо фотографии то есть как ни странно это прозвучит но на смене просто обычному фотографу с камерой или вот с такой игрушкой или вот такой игрушка как фавионыч до матричный придет новое почему я вывел сегодня вот здесь вот справа дали слева где вот здесь фото 0 это не просто обнуление а это изменение вообще структурное структурное изменение связано с изменением в том числе и сферы фотографий так что вот жду от вас комментариев но мы сегодня по разным темам поговорим но начнем наверное с того что я зачитаю выдержки из одного очень интересного исследователя по моему он индиец даже интересно давать сейчас я скажу как его зовут как как его зовут сейчас 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 но сегодня конечно поговорим в том числе и об инструментах направлениях инструменты граница и понятие как таковое фотографии но не только по фотографии конечно вы знаете уменьшим так где это у меня где где я тут я что-то сохранил все сейчас сейчас все будет я хочу имя его озвучить прежде чем что-то говорить так но вы напишите как как слышно так зовут его парак хан он писатель исследователь футурист ну и прочего значит в своей книге он говорит о том что нас ожидают новые варианты сценариев мироустройство то как зашел сегодня повел значит я пролистнул эту статью часть но я выдержку вам дам основной как бы основные четыре тезиса четыре варианта развития событий почему я с этого начну потому что от этого будет зависеть все четыре пункта которые мы сегодня будем разбирать это новое направление применения фотографом новые инструменты для бизнеса с тем фотографии новая граница охвата и новое понятие само само по себе фотографии так что кому скучно кому заходите к фавеновичу заходите на наш канал telegram друзья наш канал канал telegram расширяется углубляется но и мысли там в реальном времени он абсолютно бесплатен один из сценариев региональной крепости так он пишет это то что больше всего похоже на настоящее именно здесь такие кластеры как северная америка я немножко в сторону буду смотреть европа и северо-восточная азия как бы отгораживают себя стеной и говорят послушайте мы собираемся инвестировать в устойчивое развитие для себя в самодостаточности энергии и так далее и мы могли бы предоставить некоторые технологии которые помогут остальному миру справиться с изменениями климата то что климат изменяется я думаю что ни у кого не возникает сомнений можно спорить от причинах изменения этих причин и друзья абсолютно глобально имеет космический характер как бы не пытались доказать еще прочее это от себя добавляю так вот но мы точно не собираемся принимать много мигрантов так что в глобальном масштабе это может быть также устойчиво и миграция невелика речь идет про то что мир будущего это мир миграции людей книга в принципе об этом дальше второй сценарий это просто для вашего скажем так интересом второй сценарий это новое средневековье похож на схватку охотников и собирателей это задает вопрос ему интерьер поскольку у нас эти катастрофические цепные реакции с точки зрения климата цепочки поставок нарушаются мы предоставлены самим себе и нам приходится собирать мусор в виде городов и общин а также с политической раздробленностью что очень напоминает своего рода средневековую культуру структуру особенно в европе того времени и это конечно низкая устойчивость и низкая миграция второй сценарий теперь третий сценария пока ничего не комментируем третий сценарий выглядит так варвары в это третий сценарий это низкая устойчивость высокая миграция потому что у вас есть это невыносимая климатическая катастрофа люди покидают неустойчивые красные зоны стремятся разрушить стены границы и так далее но вы очевидно также инвестируете огромные суммы в глобальную экологическую устойчивость вот такие три очень мрачных сценария есть еще четвертый друзья прежде чем перейти к описанию четвертого я хочу чтобы вы что-то написали кто смотрит меня и пока я тут пытаюсь привлечь внимание в том числе что у нас там сегодня так напишите как как вас как меня слышно и вообще как как что происходит все нормально тогда продолжим так когда продолжим значит перемещу тут свою многооконную графику ipad вещь удобная очень давайте четвертый сценарий напишите свой комментарий как вы думаете что это может быть я не буду часа зачитывать его прежде чем мы к этому перейдем четвертому сценарию я подведу итоги сентября сентября был очень интересен месяц интересный месяц и как я уже говорил поскольку мы сегодня будем говорить об изменении самого принципа фотографий не только для профессионалов но для любителей в том числе одним из инструментов до которых который позволяет человеку обнаружить свой стиль свой аст наличие стиля необходимо в новых вот этих сценариях почему потому что новых не новый мир это новый мир идей то есть роботы манипуляя манипуляторы дополнена реальность фотографии та же самая система mid journey который уже научилась по описанию делать фотографии новая система google который может в любой точке пространства сделать фотографию просто вы координаты будете добавляете объекты это абсолютная уже реальность поэтому фотограф это не человек уже который нажимает кнопку он уже перестал быть если у вас нет идей в дальнейшем вам будет нечего делать в этом нет даже если вы занимаетесь любительством то у вас вряд ли кто-то будет смотреть поэтому школа фавионыча в том числе и в первую очередь о том как обрести идеи свои свой стиль и соответственно с этими идеями что-то уже реализовывать в бизнес бизнес или в любительстве можно так вкратце сказать так вот события которые ближайшие сентябрь в этот сентябрь произошли и которые позволят вам увидеть в новых победителях фотоконкурсов ликер мы сейчас к нему перейдем я покажу вам эти работы честно говоря ожидал что будет а каждая какой-то конкурс он особенно годовой конкурс flicker показывает какие-то тенденции предыдущем конкурсе вы знаете победили пчелы они на этом на витрине стоят этого конкурса то есть это макро фотография красивый мир какое-то необычное уютное теплое местечко которым нам к нет всем обеспечил да можно сказать так а вот то что сейчас произошло и те фотографии которые попадают в интернет и вирусятся и в то же самое в конкурсе говорят о нет никаких тенденциях до которые можно сказать что уже объективны сейчас мой компьютер переключится наконец-таки мой медленный компьютер я вам покажу что во flicker стала победителями какие работы мы кстати уже разбирали это в телеграме в нашем на канале так что переходите в наш канал телеграм это кстати не вот эта подсказка вот эта подсказка это для тех кто ходит хочет поддержать канал фавиона чем до national лет так давай переключайся уже хотел показать flicker работы сейчас переключится что-то кстати он до задумчивый сегодня так вот эти эти работы говорят о том что действительно интерес к новому необычному о чем я всегда говорю что площадка flicker позволяет быстро достаточно быстро найти свой стиль я думаю что сергей и павел которые вот кстати в сентябре месяца у нас целых гирляндов людей которые впервые попали в во flicker explore напоминаю что flicker explore это лента лучшие 500 фотографий отбирается каждый день и попадает в эту ленту чем выше будет поднимайтесь тем большее количество людей вас может увидеть а поскольку в новом мире новой реальности если вас хотя бы кто-то видел вас хотя бы знают да вы конечно можете идти старым путем я об этом всегда говорил сможете ходить по каким-то конторам с вашими работами и искать какой-то вот такое расширение до вашей аудитории но в современном мире интернета третьим пунктом напоминаю о том что сегодня мы говорим это ну вторым пунктом это до 3 новые границы охвата интернет-проводники и сообщества я об этом постоянно говорю что это гораздо быстрее эффективнее работает чем если вы будете ножками ходить искать каких-то ваших клиентов или хотя бы ваших приверженцев поэтому такой инструмент flicker 1000 фотографий бесплатно размещение вы регистрируетесь до 1000 фотографий высоком разрешении именно не в том качестве который дает нам telegram instagram и прочей площадке и плюс это сообщество фотографов и людей которые используют фотографии в бизнесе и прочим и прочим так ну вот теперь друзья мне нужно от вас получить комментарии поскольку я сейчас буду переходить на экран уже и покажу вам ну кроме того что заставку который я сделал недавно да я покажу вам ну давайте сегодняшнего explorer начнем начнем просто с сегодняшнего скоро я вам покажу то сегодня в ленте explorer каждый день explorer новый и поскольку конкурс завершился сегодня первое число я сегодня еще не открывал ему но по синхронистичности юнга может быть так же как и предыдущей трансляции мы что-то увидим в explorer под подаем свои системы с поля вернадского вроде нормально слышно и получаем результат и давайте может быть мы ответы получим из этой лент тут же я надеюсь что мы увидим победителей работ значит первая работа видите central station куда-то мы движемся человек ждет поезда до на первом месте дальше это некая некая такой симметричная симметричные пейзажи landscape landscape одинокая фигура не интересно будет ли сегодня хоть одна победительница работ в ленте экспорт или все-таки они будут дозированно распределяться ну вот тема кстати очень интересно это уже новый арт это новое направление фотографии и могу сказать что вот вам образец новой фотографии я сразу могу сказать что это новая фотография не случайно что она попала на вершину пока мы сейчас идем просто по экспорт если вы что-то увидите если вы не знаете что такое explore посмотрите мой плейлист почитайте что это за сообщество фотографа почему она так важно почему это не токсичная площадка что нужно сделать чтобы зарегистрироваться у меня есть достаточно много видео о том как регистрироваться что делать что не делать грубые ошибки но кстати вот многие авторы узнаются сразу же вот я например даже не наведя на эту лодку до черно-белую я могу сказать что этот человек с греческой фамилией его узнают сразу же смотрите это то что я говорю когда вы обретаете свой стиль да вот его и пола пулус он работать вот в таком стиле и если вы добиваетесь того что вас узнают даже без названия да вы знаете кто это сделал вот это то к чему нужно стремиться в новом мире потому что другого пути как сделать так чтобы вас узнали и бы были востребованы не существует точно так же как вот например фотографии которую сейчас мы сейчас пролистнем я специально не навожу его на тыкву да вот видите тыквы воды с левой стороны я этого автора тоже хорошо знаю относительно недавно мы познакомились во flicker это фамилия это человек с русской фамилией вот смотрите на виду я увидите нет это не он нет нет не угадал очень близкий человек который тоже занимается таким же творчеством это так называемый натюрморта нового новая натюрморты такого же мы еще тут найдем из известных и будет ли все-таки победитель какой-то да нет похоже нет ну и ладно друзья давайте тогда перейдем сразу на вкладку сообщества хотя я с удовольствием полистал бы посмотрел кто из моих известных любимых фотографов сегодня на вершине explore хотя бы в первой пятидесятки да ну вот он нет нему ясно сегодня сегодня такой видите explore хотя может быть кого-то сейчас еще узнаю сейчас ясно ведем да сегодня сегодня действительно сегодня интересно а кто ж первый то я понял марка лимас понятно да смотрите значит если мы сейчас перейдем в раздел галереи группы давайте группа через меня зайдем и зайдем сейчас вот в эту группу вот фотографии дэй так где они у меня немного групп сейчас поэтому я сейчас быстро найду вот этот конкурс кстати в списке можно было надо подмотать я бы ну принципе здесь видно почти 9000 участников приняли 25 тысяч фотографий кстати вот последние фотографии которые добавлялись очень интересно посмотреть потому что в этих последних добавлен в том числе работа сергея который тоже имеется и в нашем в нашем клубе вот уже видите одна тысяча лайков и больше 50 тысяч просмотров несмотря на то что это фотография друзья сделано чем телефоном друзья поэтому инструменты тот тип о котором мы рассматривали сегодня второй второй пункт это не самое важное в новом мире это вам точно абсолютно гарантирую в том числе и сергей сам был удивлен что фотография может так высоко зайти первую десятку сняты на телефон об этом канал кувенычу друзья так вот друзья дискуссии я хочу вам показать эти работы которые стали лучшими работами в этого года и заодно спросить у вас что можете кстати написать нашей группе telegram насколько они корректно что увидели новое но общем обо всем обо всем работа в категории нэйч и работе в категории нэйч и победитель напоминаю что 27 числа были опубликованы победители и призы были выданы но об этом все подробно можете посмотреть самой дискуссии все подробно на этом на этом сайте фликер в разделе дискуссии лететь и раннера рэнс 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 рэн рассказала победитель категория нэйч я не буду сейчас раскрывать полностью эту фотографию можете посмотреть ну вот так вот это выглядит вот это категория нэйч кому интересно чем сняты но я уже об этом говорил не там 850 на телеграме мы это обсуждали извиняюсь так надеюсь что он перейдет туда куда ох нет мы не туда хотели мы хотели в дискуссии перейти так переходим вторая работа которая меня потрясла я считаю что это одна из лучших работ в категории современной street фотографии не только и это новая фотография нового времени эту работу сделал року графе фотограф который работает в разных странах но здесь множеством они можете почитать огромное количество черно-белых работ которые он делает и налейку на другие камеры но эта фотография действительно достойна того чтобы хотя со мной спорить телеграме насколько это все интересно если вы долго будете рассматриваться в фотографии то увидите целую историю несмотря на то что это снято городских условиях а вы знаете съемка в городских условиях и street фотографии это один из самых сложных жанров и это может быть моем понимании street art он сложнее чем документальная фотография это именно для меня потому что кроме того что нужно передать свое видение нужно контекст и передать то о чем мы сегодня с вами будем говорить и пункт который я выделил и на направление новое направление применение фотографа новое знание умения имеет отношение к идеям друзья здесь есть идея и описание фотографии подтверждение тому что недостаточно просто сфотографировать если есть описание что это было то вы можете также как и в музее прочитав описание понять о чем фотография и осмыслить насколько глубоко это было передано здесь это описано левое окно вот эта часть отражения которое замечательно передает и структуру самого окна это деле прейд в 2018 год отмече отмечает какой-то праздник грубо говоря праздник и правом окне человек который беспокоится печалится и стоит ну переводить не буду вы сами все понимаете и несмотря на то что здесь нет золотых сечений как таковых да хотя глаз попадает под золотое сечение и разделить но основной даже не это не смотря на то что есть избили змеи смещи искажение геометрии сама атмосфера и взгляд этого человека погружает вас в некое состояние которое действительно может сказать о том что это не просто one moment in time о котором я говорил трансляции можете кстати посмотреть полную трансляцию награждения я по ссылке ссылку вам оставлю посмотреть как это было ну его работы конечно интересны в том числе и тем что у него огромное количество черно-белых работ выполненных на улице с людьми и постоянно несмотря на то что небольшое количество фолловеров да о чем я говорю что во фликере количество вот это оно конечно имеет значение но большее значение имеет насколько люди реагируют да на каждую работу что об этом пишут поэтому фотография может иметь десятки тысяч просмотров но будет 0 комментариев и это говорит о том что она неинтересна просто показ он никому не интересно а вот например отметки до 244 человека в том числе из них фотографы отметили и написали 20 комментариев видите том числе и ваш покорный слуга на это кстати тоже в экспорт попала работу насколько я так вот у него большое количество работ черно-белых которые меня сильно впечатлили и таких авторов которые занимаются именно уличные фотографии их немного просто те кто снимает на улице действительно огромное количество но чтобы каждая фотография давала какую-то историю целую создавала некий образ и глядя на фотографии вы могли задуматься или почувствовать а поскольку фотографии то визуальное искусство да это первых искусство хотя многие говорят что это просто ремесло это не так друзья это действительно искусство и многие работы которые он делает обращает на себя именно внимание не синего просто там пролистывать целые истории даже такая работа казалось бы ну в лоб портрет да вроде ничего особенного да но вы знаете некоторое время когда вы начинаете разглядывать эту фотографию внимательно а просто смотрите что тут происходит на заднем фоне о чем я всегда говорю своем канале когда вы занимаетесь 3 фотографий насколько важен выбор фона насколько важен контекст и вообще компоновка это все ваши инструменты но это самое главное друзья чем очень это идея и в новом мире вот четырех сценариях при которых мы уже рассмотрели посмотрели мир идей это конечно мир идей но смотрите насколько выражительная до фотография то есть вроде портрет но насколько она не проникновенно характер этого человека да вот этот взгляд который человек такой виздом читается читается именно мудрость плюс описание понимаете описание работа которых я всегда рассказываю все вы делаете описание хотя бы условий как это было сделано до или чтобы что у вас было на душе когда вы это делали поэтому должны осознанно подходить к этому поэтому посмотрите работа этого человека давайте перейдем к следующей работе которая заняла тоже призовое место сейчас попробую смотать многие писали в телеграме каналы что вот как бы не понимает за что дали эти награды да но на очевидность но это поверхностный был обзор и вы не не вникали вообще как отбирались понятно что убирают робота для меня например является загадкой выбор в категории animals вот этой фотографии но это будет являться загадка только в том случае если вы не посмотрите истории к работе вот как обычно бывает вы посмотрели какую-то картину в музее и дальше если вы не знаете контекст вы не знаете что за история то вы можете пройти мимо и особо ничего не сказать да ну собака собака ну чего тут ничего не вокруг нету но эти вы почитаете историю вот эту да я не буду даже сейчас вам переводить это все просто займитесь это сами вот вам интересно если вы действительно хотите изучить этот вопрос зайдите и посмотрите наберите дэрик наберите вот эту группу и почитайте вот это описание чтобы было понимание почему на данный момент она уже 24000 набрала 600 фейвов и 88 комментариев от людей не от ботов а именно от людей быть может из вас многие занимаются емко или интересуются съемкой животных и вот вам будет интересно друзья как можно развиться в этом направлении третья работа которая меня потрясла я считаю лучшей работой который я видел в жанре объект структур с так называемые объекты которых я тоже подавался две работы у меня были поданы на этот конкурс но эта работа я считаю что абсолютно заслуженно заняла первое место берни эммонс это конечно талант если рассматривать с точки зрения просто технических данных то даже здесь можно говорить о высочайшем уровне мастерства работы с камерой работы со светом в данном случае свет здесь естественный что сказано в описании вы можете внимательно посмотреть и почитать например на блоге что это такое это два листа розовой бумаги я так понимаю что какие-то наклейки размером три на три дюйма то есть ну грубо говоря там 10 сантиметров даже меньше сложные в дважды до сделано вот такой такой символ символ то есть общая ширина вот этой фотографии как таковой вживую она меньше чем два дюйма то есть ну там меньше пяти сантиметров при этом благодаря тому что высочайшего уровня техника и хорошая камера в данном случае sony со специальным макро объективом со статистической стабилизацией мы смогли получить не только просто какую-то фотографию где видно как бы торцы да где фокусировка сделана по торцам но дальнейшая обработка и снятие против света в описании все это написано позволили создать некий арт очень необычным ракурсом которым я всегда говорю что роботы flicker отбирает новые новые ракурсы новые идеи и здесь это новая идея есть каждый найдет в этом в этой работе свое для себя описание но то что это новое абсолютно точно не случайно она заняла первое место поэтому я говорю браво я могу сказать что несмотря на то что у этого автора насколько я помню пока еще небольшой да вот ведь меньше 1000 поломер но ближайшее время если вы посмотрите на и на работы можете посмотреть мне кстати очень впечатлила вот эта работа я уже говорил о ней телеграме тоже рассказывал удивительная так и давайте чтобы прервать мы сейчас переключимся на я вам зачитаю четвертый пункт вот сейчас будет отображаться 5 5 работа до всего было пять номинаций первое на это стрит ну даже people эти animals и дальше объекты и третье это новая категория virtual фотографий отдельно выделялась я говорил что flicker отходит от второй реальности но это все перешло совершенно в другой уровень абсолютно другой почему я вы должны сами это увидеть насколько это все увеличилось в качестве и насколько это приблизилось то что я говорил что фотограф будущего первом пункте который мы сегодня рассматриваем это не просто кнопка нажиматель это идеи и вот как рисует компьютер создал это не фотографии друзья это все создана в компьютере программой поэтому я вам говорю еще раз повторяю что фото 0 тема сегодняшнего нашего выпуска действие связано с фотографией камеры и фотографом имеющий знак нуля обнуления и мои предположения новое направление применения фотографа новое знание умения которые здесь реализованы с помощью компьютерных программ знания про компьютерных программ или хотя бы образов и идеи второе это новые инструменты для бизнес-систем новые способы коммуникации в данном случае это вторая реальность третье новая граница охвата интернет проводники и сообщества и сообщества вот например second life сообщества игроманов как раз здесь четвертое новое понятие вместо фотографии вот она друзья она полностью реализована и теперь друзья зачитаю вам четвертый сценарий который который мы может быть очутимся или уже очутились беатрис беатрис б так что это довольно мрачная перспектива но у вас есть другая перспектива которую вы называете северным сиянием которая принимает во внимание более гибкий подход миграции когда население перемещается в соответствии с местными условиями но где что особенно важно наша инфраструктура создана для перемещения не могли бы вы рассказать об этом немного больше и четвертый сценарий выглядит так парак отвечает северное сияние на самом деле означает что люди на самом деле постоянно перемещаются и мы во многих отношениях становимся более кочевыми и поэтому мы должны соответствующим образом строить нашу инфраструктуру и среду обитания обращающего ним важно внимание какие слова он использует и образы инфраструктуры мечет начали к системам и среда обитания чтобы быть более устойчивыми и обеспечивать мобильность вот эти все три параметра я них записывал множество видео друзья в моих плейлистах и про мобильную фотографию что это не просто фотографий на телефон и про среду обитания и про системы дальше он говорит следующее это не похоже не не на что из того то было у нас прошлом если вы не смотрите на то что большую часть последних ста тысяч лет человеческий вид был кочевым но не в высокотехнологическом смысле таким образом извиняюсь сверх высокие технологии и устойчивое знаете ли кочевничество вот как выглядит сценарий северного сияния и это то то было действительно забавным в книге поэтому что я не думал что попаду на территории научной фантастики кима стэнли роббинсон я начал и это было очень приятно потому что это пробуждает вас возможности того то мы действительно используем технологические инструменты которые у нас сегодня есть в нашем распоряжении в гораздо более радикально расширенном универсальном масштабе дальше если вам будет интересно я оставлю ссылку на эту статью ну и в этой статье ссылка собственно на эту книгу о чем о чем книга этого человека так то мир уже не торт друзья мир уже не торт анжелика карл не могу сказать что это неизвестный человек поскольку он занимается достаточно давно этим направлением у нее достаточно большая армия поклонников стиль особенный не скажу что он мне нравится но то что эта работа вызывает какое-то удивление да потому что многие работы уже не воспринимаются как просто компьютерная графика система научились делать фотографии сами без фотографа насколько это хорошо могу сказать так на экране мобильного телефона вряд ли вы сможете отличить уже это от живой фотографии и некоторые работы конечно можно отличить но некоторые напрямую такая уже практически невозможно поэтому друзья если вы считаете что фотография будущего это человек который заряжает фото пленку в ответ на все угрозы цифровой фотографии то это не так друзья потому что параллель я могу сказать следующую параллель можно привести с развитием аудиотехники помните когда во времена 50 и 40 и 60 года кто помнит ну кто читал историю грамматическая грамм пластинка так называемая чтобы ее записать нужно было идти в студии дома и и невозможно было записать потом в ответ на это сообщество людей стали разрабатывать магнитофоны которые пишут на магнитную ленту делать портативными и позволили людям записывать то что он хочет независимости от студии расширилась музыкальная сразу палитра расширились жанры и появилось гигантское количество новых новых направлений в музыке следующий этап это конечно я бы выделил кассетные деки которые стали носимыми переносимые но в этом конечно во многом способствовала и компания награ и компания sony philips я об этом записывал ролики можете посмотреть и дальше это произошло в то что в каждом человек мог брать с собой музыку уже с собой всегда благодаря так называемому локман следующий этап до расширения дальше это компакт диск который позволил сначала слушать более высоком качестве и получать неизменяемую структуру в отличие от ленты и плотинки которая не практически не сохраняется значительно дольше исходник до в качестве качество это такое относительное все но появились записывающие системы на диске поэтому каждый человек мог сам записывать записывать достаточно высоком качестве и еще один скачок в развитии электронной музыки и всевозможных других жанров ну и дальше компьютерные стримеры записи уже на цифровые носители цифровые магнитофоны теперь любое устройство даже тот же самый телефон iphone могут записывать музыку высоком качестве и мгновенно получать распространение в отличие от компакт дисков который нужно что-то с ним делать кому-то относить здесь уже относить никому не надо также с фотографии люди которые уповают на то что фотографии нужно просто распечатать носить кому-то показывать такой подход конечно есть но тогда вы выбираете соответствующую нишу и не рассчитывайте на то что это будет массовым явлением поскольку многие говорят о том что культура и связь с обществом это должно быть непрерывно если фотография оторвана от жизни действительно она вряд ли будет массово и вряд ли это будет называться культурой хотя с этим можно поспорить но если уж мы затрагиваем бизнес затрагиваем развитие затрагиваем будущее именно систем и будущее человека то конечно человек без общества без какое-то одобрение без поддержки он не может развиваться потому что если вы раз никто не знает вы фотографируете для себя как говорится и никто не видит что вы делаете какой обратной связи нет то рано или поздно вы просто выгореть и на этом закончится поэтому можно об этом сопротивляться но instagram взорвал рынок фотографии сделаю более доступным и теперь любой человек мог взяв какой-то телефон уже что-то заняться фотографиями но поскольку наш канал смотрят люди которые уже интересуются более пристально фотографии и к самому процессу создания визуального искусства я думаю что возникнут споры и возникнут какие-то комментарии каждый напишет что-то свое я со своей стороны пленыш зачитал нам вот эти четыре термина конечно и гораздо больше но я застрел бы внимание именно вот на эти термины новое направление применения фотографов которые требуют новых знаний и новых навыков но я не написал новых навыков я написал новое умение потому что если вы не умеете записывать видео скорее всего вне рынка если вы не хотите интегрироваться с какими-то джанрами с какими-то моделями если вы пытаетесь заниматься емках людей до без моделей без мест красивых без мест которые подготовлены освещение вряд ли вы сможете одолеть этот рынок если вы занимаетесь пейзажных фотографий но до сих пор у вас нет штатива вряд ли вы туда зайдете даже если у вас сверх красная камера с хорошим чувствительностью без штатива делать там нечего точно так же если вы занимаетесь фотографиям какого-то серьезного арт пространства арт-пейзажа но у вас есть нет дрона соответственно вряд ли вы в этом в чем-то разовьетесь потому что люди которые снимают дронов они уже эту нишу занимают активно последние несколько лет об этом я рассказывал в неоднократно видео записывал если говорить о стрит фотографии и многие обсуждали но стрит фотографии невозможно добиться успеха и невозможно стать известным ну противоположность пожалуйста вот вам образцы которые мы сегодня рассмотрели и с каждым разом это будет направление крепчать потому что людям интересно подглядывать людям интересно смотреть за событием люди интересуются интересуются самим моментом не мире не мегапикселями а настроением поэтому друзья такие работы которые сняты могут быть на какое-то серьезное устройство в данном случае альфа-1 да но это может быть работа снята на телефон и при этом иметь соответствующую популярность интерес к этому будет возрастать это лично мое мнение я считаю что это так и будет поэтому нет жанр более того появляется жанр на которых я постоянно рассказывают который находится на границе вот этих направлений крупных и это новое направление новое жанр да ну что вот это такое да друзья напишите в комментариях что вы думаете да многие гадну это игрушка какая-то это какая-то ерунда до иллюстрация видите нет описания это на самом деле вот реста ритур для строить шон ну дальше на французском я не очень хорошо читать но тем не менее то что это находится в вершине на вершине flicker а это говорит о многом это не значит что кто-то специально эту иллюстрацию поместил мне друзья тут отбирают роботы автоматические системы которые сами распознают что-то новое и почему на верхушке находится вот эта работа напишите мне очень интересно емко архитектуры да многие считали что архитектура должна быть правильная геометрия должно быть какие-то законы классические да как вот в данной модели да ну даже вот здесь можно найти какие-то отступления большое количество шумов и прочее отвлекает но тем не менее она не так важно если уж говорить о нарушении законов да вот вам классическая работа да здесь все нарушено все что можно то есть где вы видели решетки которые вот такую форму понятно что это все искажено искажено и имеет какое-то значение имеет какую-то идею не идея нахожусь да а именно идею то что структура так называемая неживая материя становится оживлением это некий портрет архитектурный до тегер интернету magic mountain вот так вот люди многие любят и песни используют название своих работ и кстати вот если вам интересно я рассказывал о многих фотографов которых мне близки и которые я отмечаю поскольку мне действительно нравится и курс это новое все и вот сегодня я отметил вот эту работу до коксиген да то есть ну замечательная работа александр шарк но я также вспоминал вам тео кефалополус да а теперь я покажу вот того автора которым я уже многие годы рассказываю что он выпускает 1 месяц работу это не этот не блок блашер а сейчас я покажу буквально вчера я выложил тоже узнается автор сразу же то есть вот его работы настолько сильно узнаются и кстати вот ну про джека покояна я уже рассказывала его новом направлении съемки с вот этих велосипедистов в анклер по ним ну еще ответил бы педро абаде вот его работа последняя крайняя работа которую выложил да ну на самом деле сейчас пока он еще не в explorer но я думаю что может быть сегодня завтра сегодня завтра послезавтра может увидим эту работу в экспорте удивительный каньон и кто находился когда-либо был в каньонах понимает насколько сложно снять каньон вот именно в такое время понятно что здесь есть некая обработка но сама работа со светом сама работа с композицией и вообще атмосфера педро абаде конечно это испанец фантастический фотограф и я думаю что те кто интересуется пейзажем не просто пейзажем амар арт пейзажем фотографий я на кстати рекомендую познакомиться с его творчеством это действительно очень круто я уверен что эта работа тоже будет в спорах вот сегодня такой у нас небольшой стрим пока не вижу никаких комментариев но надеюсь что в комментарии появится как только вы посмотрите что касается архитектурного арта архитектурные фотографии в применимом бизнесе да есть вот такой мостик интересные он известный его снимают миллионы раз разные люди но такую интеграцию например с моделью немногие решаются делать да и вот я впервые такой вижу обычно здесь просто какой-то человек стоит а здесь вот именно интеграция с моделью не там эта фотография попала в explore но на самом деле это да действительно новое то есть некий urban с артом причем вы можете сами выбирать в каком жанре какое время да также владислав диренко до снимает разные фотографии документальные фотографии надеюсь ответе совершенно уникальная монолитная сборка из плит в карелии то есть говорит о документализм оба нашей истории поднимает вопрос а а в истории славян об истории вообще древнего севера вместе мистическая гора вот товара да то есть это целое направление нового жанра фотографий так называемый пост модерн истории можно так его сказать или задайте вопрос что такое история и какая действительно история была вячеслав в этом жанре тоже работает потому что он понимает что есть места которые просто обычно в исторические какие-то книги не укладываются и вот вам образец друзья и таких мест сила которых я рассказываю которые я стараюсь тоже посетить при малейшей возможности дают возможность создать некое совершенно новое прочтение фотографий арт для курочкин привет я не очень понимаю что во фликере но вот такого ну фото и фото речь я про то то мы сегодня обсуждаем в моей теме теме это новое предположение от павионыча да какие какие понятия будут востребованы вот в этих четырех вариантов сценария развития общества новые направления применения фотографа новые знания и умения представь себе человека который фотографирует которому нравится фотографировать но он не знает так же как павионыч когда-то давно что востребовано что у него получается как можно получить обратную связь я уже говорил что можно конечно бегать с фотокарточками носить их на выставке пытаться кому-то что-то продать каким-то образом через telegram через instagram если это 10 лет назад до 5 лет назад но можно просто обратиться в сообщество да так же как сообщество или курочки например да или сообщество лиги визуальных искусств вот кликер такая площадка которая позволит со стороны посмотреть насколько людям интересно то что вы снимаете если вы снимаете говно то и смотреть это говно никто не будет его фликер и писать об этом никто не будет понимаете вот про что речь ну фото и фото да но фото разные его кликере присутствует и присутствовал и томас хитон присутствует адам гиббс присутствует многие известные фотографы они там как-либо присутствовали а не вы что там все зачем автору есть что сейчас востребовано бизнесмену надо автору не надо вот я как раз об этом и говорю что новые инструменты для бизнес систем новые способы коммуникации бизнеса новые границы охвата интернет проводники и сообщества и новое понятие вместо фотографии как раз речь про то как найти то что интересно людям а то что интересно людям обычно становится интересно том числе и монетизироваться если это не интересно если вы делаете не делаете что-то новое делаете копию старого так это никому не интересно потому что лучше взять оригинал мастера который делает это высокого качества делает какой-то идеи которые всем популярны если да это просто плохая копия то это будет смотреть и кто это тем более будет покупать поэтому речь моя про flicker именно в том плане которым и я сюда попал семнадцатом году благодаря просто одному посту в ответ на мои работы которые я делал фейсбуке людям нравилось какие-то вещи даже у меня забирали в описании фирм самих до просили бизнес я имею ввиду крупный бизнес в данном случае вот я упоминал как раз о том что компания игристом ворк это топовые производители студийных и пластических систем которые стоят на студии gtv мастеринг на которой записан например 500 платиновых альбомов если что-то говорит и боб людвиг это главный не продюсер а это глава международной ассоциации аудиопроизводителей американских и европейских он действительно этот человек который имеет непосредственное отношение компании без рван попросил мою фотографию чтобы разместить на сайте значит он нашел и он нашел увидел действительно понравилось а как я мог знать то вот такое прочтение точное точного рисунка а это была съемка удивительной по частоте это перламутровый лак ручной работы химический лак спи с блестками как это можно было снять чтобы это было лучше выглядело чем те профессионалы фотографы которых она не мали для продажи этих колонок до колон 5 10 20 100 тысяч долларов но один фильм подсказал что вот зачем качество ужасно и действительно в телеграме качество фейсбуке тогда и сейчас она жуткая абсолютно в инстаграме фликер дает возможность оценить уже в другом качестве я не говорю что вы можете это сделать и на своем сайте но друзья для того чтобы ваш на сли на сайте вам нужно туда людей отправить а во фликере уже есть 10 миллионов пользователей 10 миллионов которые туда заходят из них 100 тысяч заходят регулярно 100 тысяч человек со всего мира поэтому если тебе не интересно что интересно людям а если тебе не интересно интересно людям вопрос философский а если тебе не интересно что интересно людям ну тогда тебя наверно ждет судьба ван гога посмертная посмертное признание это так отвечу но об этом кстати я цаплин тоже говорил можно конечно уповать на то что твои работы через 50 лет кто-то оценит твои потуги но тебе то какая разница уже будет хоть себе уже не до этого будет все все же хотят развиться именно в том момент когда они живут и когда они еще не просто живут а наполненной энергией для того чтобы что-то создавать что-то делать вот про это речь не случайно я затронул тему как раз сегодня а новая граница хохвата и конечно не ночью ван гогу но не только ван гогу я примеров таких много могу привести вы свои сами знаете да сколько художника прежде чем прорваться до ну куинжи которого я упоминал до который там чуть ли не ливазовский вот там забор отправлял да да друзья если будет будете использовать ненормативную лексику на моем канале и и не будет поэтому прежде чем что-то написать подумайте если у вас нет возможности подобрать синонимом ну тогда конечно я понимаю что у всех эмоций эмоции сейчас управляют вами да или мной управляет эмоций фотографии это конечно с одной стороны требуется для мастера управления эмоций с другой стороны нужно конечно держать под контролем почему потому что вы же не знаете кто смотрит еще этот ролик или кто будет смотреть до полотенчиком протрем как моего камеру поэтому если смотрят дети ну кому-то неприятно поэтому давайте вести себя в рамках в рамках приличия если вы считаете что вам все дозволено но это право ваши права абсолютно так что вот и как раз то четвертый вопрос это новое понятие вместо фотографии привет фото профиль привет привет павел вопрос как раз в том что эти новые новые новое понятие фотографии она может появиться и это было так неоднократно с разными жанрами не только с фотографией когда думали что ну не будет она по-другому называться только есть фотоаппарат есть камера есть там светофильтр да но кто-то сейчас вот если говорить часто пользуются какими специальность капит у меня лежит светофильтр эффектов до компания бенда был и там с насечками для звезды у меня есть красный светофильтр да есть полюционный да есть там ну кроме защитных есть масса других желтый зеленый который меня пользуются сейчас этим пользуются есть конечно упертые люди которые пользуются друзья вы же значит пример прекрасную фотографию можно сделать и фотошопы из обычной вы прекрасно это знаете поэтому есть инструменты которые или какое-то время они слишком сложные для человека также как если упереться да если человек никогда не занимался пленочной фотография по ионыч вы знаете что занимался пленочной фотографии много лет напечатал несколько десятков тысяч работ фотографий что-то даже за деньги но это не значит что я хочу к этому возвращаться даже в варианте большого формата который абсолютно точно конкурирует с современными типа среднеформатными камерами поэтому для меня это смешно потому что я имел опыт съемки в том числе и на среднеформатного эти задники компании синар да ну который я считаю что гораздо идти интереснее эффективнее чем то что сейчас сделать некоторые японские компании но это было 10-15 лет назад сейчас это совершенно другое фейсман делать замечательные задники совершенно фантастическую оптику использует родин стока которая говорю но не у каждого человека есть возможность потратить 100 тысяч долларов на такую систему да я про это и говорю что конечно если вы уже выросли если вы уже зарабатываете на этом деньги и таких примеров массу вы конечно будете стараться выбрать инструменты которые более высокого качества весь вопрос для чего применять и второй вопрос сегодня у нас новые инструменты для бизнес систем новые способы коммуникации бизнеса и об этом сейчас не говорит только ленивые что без коммуникации с интернетом без коммуникации темы социальными системами социальными лифтами невозможно продвинуть бизнес да то есть это можно гораздо эффективнее сделать через такие системы как инстаграм как кликер от 500px и множество множество других я когда начинал записывать ролики про фликер я говорю нет тот момент уже был на смог маги сайт сделал нам до сих пор где-то болтается где я пытался писать и блок писал и выкладывал работы и описание но что толку можно конечно влить большое количество бабла чтобы перенаправить трафик на этот сайт да но я решил что все таки есть какой-то механизм который позволил бы скажем так более простым более доступным способом людям выйти на какое-то узнавание да и на какое-то свое понимание что людям нравится что не нравится или акции вполне корректно об этом задает вопрос потому что он в теме он в теме и техники он в теме и в том числе и фотографии как бизнеса поэтому если у вас есть какие-то уточнения конечно мы рады почему сообщество которое я создал мы создали в telegram до канала от f1 теперь называется мы обсуждаем эти вопросы и выбора например объектива до которую павел уже несколько дней обсуждаем все-таки 80 400 или 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 70 200 до никона да ну у кого-то никона систему у кого-то сони систему кому-то нравится food и пользоваться кто-то до сих пор пользуется пентаксом кто-то считает что панасоник для кого-то это непригодно он смотрит только на аллейку или фэйс ванга вы выбираете инструменты о чем пункт мой какой четырех пунктов выбор инструментов связан с задачами что вы делаете понимаете если вам нужно просто сфотографировать ну давайте вот простой пример да простой пример вот открываем мой фотострим давайте альбома мой друг который занимается производством мечтал всю жизнь заниматься производством сумок из кожи самому делать как ему нравится его видение мы с ним сделали несколько выпусков я был в том числе брал интервью у него у него вышла новая коллекция мы решили это сделать на природе без всяких студий без всякого дополнительного освещения сделать какое-то некое подобие арту да и превратить просто обычная какой-то рутинная вещь это все для инстаграма для сайта грубо говоря ну такой вот сделали штуковину да вот крокодил у нас там целая история была то есть насколько я понимаю что все хорошо там заказы идут поэтому речь про то то не просто копировать и просто что-то просто снять а ну вот обычно просто съемка да ну здесь здесь есть конечно мысль но она находится внутри самого видео который в том числе и олег видел из чего она состоит поэтому если вы просто хотите ну действовать по шаблону то конечно можно делать по шаблону я говорю о том что вот эти четыре обнуления 4 сценария с которой мы сегодня начали до которая запечатать записал да это не мои мысли это мысли человека который в этом разбирается футурист современный человек который озвучил эти четыре сценария я не буду сейчас повторять пролистать назад и почитайте про что мы все не говорили в этих сценариях друзья побеждает идея первую очередь и просто снять технически грамотно недостаточно и об этом говорят все люди которые находятся фото бизнесе я не говорю о том что я какой-то великий фото гуру или там технический специалист или там бизнесмен нет но я это вижу по запросам я это вижу по реакциям людей и когда что-то появляется новое во фликере это поднимается абсолютно новая волна если это так то значит это работает друзья на русский перевел на русский перевел поэтому если какие-то идеи у вас есть пусть даже вы снимаете облака да ну вот например давайте поговорим на о простом да ну вот просто мне мне было интересно это что же это будет да и кто видел я снимал таймлапс на фавеон да не было на сети нет ни одного таймлапса на фавеон я сделал это несколько лет назад из 450 фотографий смонтировано видео на фавеон вот это снято как бы ну буквально недавно да то есть я не преследовал какую-то цель но я увидел какой-то феномен я его старался зафиксировать я выбрал для этого фавеон я мог выбрать для этого ходе помог мог выбрать для этого сони мог но почему я этого не сделал почему я использую потому что потому что там результат если бы я например занимался съемкой каких-то вот можно было это сделать налейку конечно можно было ничего особенного нет но есть какая-то идея есть насколько популярна это уже другой вопрос кому-то это понравится кому-то нет то почитать что это просто простая вещь абсолютно поэтому я всегда говорю что есть какие-то задачи вы решаете то вы используете тот же самый инструмент который ухты который подходит для этого да если например мне было интересно превратить из просто обычного стрит действовал какой-то вот некую структуру которая позволила бы изменить точку зрения человека даже не зрение а видение я бы сказал восприятие о чем мы сегодня говорим ну я на своих примерах я не люблю рассматривать какие-то чужие хотя конечно это тоже имело бы право на существование давайте перейдем например к павлу марту пожалуйста давайте посмотрим почему за 4 за этот месяц за сентябрь нашей группе четыре человека получили explore да из них владимир павел впервые да то есть но с нуля практически значит это работает значит то что я пытался донести эти годы как как это организовать таким образом что все-таки зайти первый раз в explore и уже попасть на эту волну к и разда который вас регулярно через 16 дней будет вас продвигать уже автоматически если вы только будете следовать этим правилам если это работает почему этим не воспользоваться вы же никогда не знаете какая дверь перед вами будет стоять для того чтобы вставить ваш ключ и открытие фликер может это да и вот раз уж павел здесь он может написать комментариях то он чувствует да вот почему это произошло почему это произошло именно в этом месяце почему это произошло именно с этой работой да почему это не другие какие-то работы какое какое совпадение или то о чем я говорю постоянно что поменять совпадение не верят уже много лет никаких совпадений не существует друзья мысль это материальная ли вещь как говорил один великий да немного да не высоко но это в серединку с первого раза сразу где-то на 200 там какой-то позиции да почему именно эта работа выбрана была алгоритме который получил вам 200 одобрений там 18 его комитета это немного но это первая работа которая зашла влияет в ленту explore до возродите напишите что вы по этому поводу думать почему есть работы которые упала гораздо интересней по моему мнению гораздо глубже и позволяют по-новому взглянуть на пейзаж как таковой да вот например эта работа которая в сети который тоже выдвигалась на конкурс в фотографии да и фликер да она там не заняла ничего дано но тем не менее после explore эту работу смотрят гораздо больше людей и люди написали комментарии люди смотрят уже оформленную страницу который вот мы вместе сделали спалом да где можно посмотреть что это за человек потому что не все хотят сделать какой-то классический сайт но начинать с чего-то нужное симпалу вообще ничего не было кроме каких-то отдельных работ до напиши кстати павел по поводу яркого мира по поводу как свои выставки работы до людям тоже будет интересно да вот можно было сказать что это интересно да конечно интересно но почему павел вот ограничился этим направлением почему он все таки скажем так стал больше уделять внимание съемкам например необычных ракурсов на сверхширкугольную оптику до x кто смотрел наше видео совместную гонка за тени вот он видит эту работу помнит как это было сделано каких условиях это целая история если в описании эта история будет то а эта фотография буду восприниматься совершенно по-другому здесь я провалился вообще или примут это вот место которое мы выдвигались это сестра рецкий разлив совершенно удивительное время там сильный ветер был меня там есть работы с тайт серпом на льду но павлу удалось тогда поместить вот эти все деревья мне очень сложно было у меня не получилось там хорошо поэтому ну если бы это было описание это работа конечно можно было уже обратить внимание насколько это было сложно или история вот это это в дождь было снятых сумасшедший дождь но там все промокли это многие промокли все мы искали ты эти ракурсы нашли это место да там шли по это здесь в воде проволока колючая то есть эта история целая понимаете поэтому не факт что это сейчас работа будет кому-то интересна пройдет время и многих мест уже не будет и мы там я об этом постоянно говорю что если люди отправляются говорят что вот завтра сказал послезавтра там куплю камеру потом пойду сниму приходит а там нету ничего уже и по примеру например того же самого парка который находится здесь в нескольких километров его уже нет этого парка друзья и об этом павел кстати говорил вот этот вот этот кадр вот этот кадр почему он назван last stoner ну павел потому что написал вот именно так но его история да он написать в комментариях почему названа работа вот так если бы он написал в описании что было с этим деревом и почему это последнее лето этого дерева вот в чем смысл этой работы что все вот это осталось который меняется каждый год а дерево которое здесь постоянно было его уже не существует вот и сейчас пойти его нет уже меня таких работ тоже много является ли этом правом на существование конечно является также как является право на существование многих мест которые уже не существует как таковые и фотографии это не только документальный какой-то оттиск до времени на кинопленки ваших но это еще важно видение отношение к к тому что вы видите то вы увидели да посмотрите на эту работу да что она плоха в нем нет и нем не в него в ней в этой работе нет контекста и почему у нее такое количество маленькое просмотр об этом я рассказываю как сделать так чтобы обратили внимание почему нужно написать историю работ почему нужно донести на людей вообще стоит такое было почему здесь столько цветов 29 января 21 года почему они здесь лежат эти цветы он сам стали павел раскидала поэтому фотография нового времени о котором мы сегодня говорим она включает идеи без идей будущего никакого не существует у фотографии как таков это лично мое мнение поэтому если нет идеи идеи продать с помощью фотографии идея объяснить человеку где находится место если вы занимаете аэрофотосъемкой идея объяснить какое-то явление идея показать что-то новое то вы не видели идея какого-то нового ракурса или новой геометрии которая ничуть никогда не видел это тоже все идеи а дальше этому все вкладывайте для каких целей все это существует поэтому я могу сказать что ну давайте например сергея посмотрим тоже нашего участника нашего канала сергея кстати уже за этот год регулярно ходит на explore два раза в месяц его работы уже набрали больше пятидесяти тысяч есть работы которые вошли в десятку первую в explore да что он дальше с этим будет делать это от вас зависит также как ты я ни в коем случае никого не учу как чего применять но если вы находите уже свой стиль вы дальше ставим понимаете что с ним делать уже всего если вы не знаете с этим что дело то что было со мной да я-то знаю чем тем я занимаюсь и что тем этим зачем что это дает мне как творческого человека как интересующимися да ну давайте вот посмотрим например какую работу посмотреть сергея а давайте посмотрим самый первый который попала в экспорт интересно вот здесь есть работа которая снята на телефон просто на телефон есть какой-то стиль вот в этой работе например да его нет его нет тем не менее он уже сейчас видите какое количество просмотров если говорить просто просмотров а лайк что не скажешь например про эту работу на нее обратили внимание люди потому что это некая история но поскольку сергей есть какие-то 100 особенности съемки он нет нет не сторонник обработки и вот кстати одна из первых работ как только он начал год назад мы с ним познакомились через мой канал и что-то начали да и вот одна из первых работ который попала первых слов практически с первом месте как он зашел она попала в ленту explore насколько я помню это сергей любит сниматься на длинных выдержках любит работать с минимальной обработкой максимально кто-то ставить туда я двигаю у каждого есть человек который имеет какой-то из кто заниматься фотографий какая-то работа который изменила его мнение по поводу того что может быть кому-то это будет интересно так вот это из этого же цикла но другая вот она 1 explorer сергей насколько я помню да еще под видите creative commons делалось тогда у всем не задавал вопросы открытый не открытый просто копирайт или creative commons вот она сделана creative commons двадцать тысяч просмотров 23 мая explorer попал двадцать первого года 5 уже полтора года прошло вот если сергей будет смотреть этот ролик дойдет до этого и напускаю напишу да то что что изменилось момент когда он увидел то система обратила внимание на эту фотографию и как изменилось его настроение как изменилось его отношения фотографий том чем он занимает ведь все говорят я просто снимаем не это для себя как бы и людям никому это ничего не нужно но все таки я считаю что канал в том числе и telegram который мы завели и вообще фотограф любой хочет жаждет того чтобы было какое-то одобрение мы с вами существа социальные поэтому если вот мы говорим и тема сегодняшнего ролика мир уж не торт хочется чтобы это стало тортом и уповать на то что мир какой-то неправильный я думаю что это неверное отношение нужно просто заглянуть в себя внутрь и понять все таки в том ли направлении ты движешься или все таки люди люди тебе подскажут и фликер такая площадка который подскажет в том направлении движешься не факт что вы это направление выберете но вы увидите где есть какие-то точки соприкосновения где есть новые какие-то границы или вы использовали какие-то новые инструменты и вполне возможно на вас обратит внимание кто-то или вы будете двигаться уже четко абсолютно понимаю хотя бы знать что не нужно делать если не нужно бегать прыгать за какими-то мегапикселями которых я уже записывал множество видео не нужно менять каждый месяц камеры а нужно сосредоточиться на своих навыках для того чтобы ваши идеи были реализованы они просто смена инструментов смена инструментов ни к чему хорошему не приводит она приводит к положительным результатом только когда вы точно знаете для каких целей инструмент вы выбираете и по опыту создания систем которыми я занимаюсь множество уже лет и даже десятилетий могу сказать так чем выше вы поднимаетесь по уровню построения систем чем меньше инструментов у вас остается для творчества этот закон поэтому какие-то жанры требуют очень серьезных специализированных инструментов как бы рассказывал я про микрофотографии где отношения не один к одному увеличение а 10 к нам где люди снимают там глаза сетчатки мух кто-то снимает бактерии специализированной объективы специализированный свет специализированные меха специализирована система обработки то же самое если вы занимаетесь 3 тыс его снимаете с медленной камерой там ничего не выйдет или выйдет какой-то собой жанр может быть если вы занимаетесь съемка скоростных каких то вещей вот я снимал был такой у нас конкурс, я не знаю, сейчас он проводится по конкуру Вента Кап можете зайти, мой альбом посмотреть съемка лошадей, где чемпионы мира по конкуру приезжали в Питер я здесь снимал тоже я снимал своим фавион, у меня другой камеры не было ну, что-то я смог снять кто-то даже обратили внимание, один из победителей написала мне женщина мне очень понравилось, можно ли взять фотографию да пожалуйста, знаете в чем дело поэтому, если вы понимаете, как это сделать, то вы можете совершенствовать инструменты, но если вы не понимаете даже как это снять, то никакой инструмент вам не поможет, абсолютно никакой, я думаю, что со мной многие согласятся, что если вы выбрали какую-то сложную технику, но вы не умеете ими пользоваться, не понимаете для каких целей она предназначена ну, как простым языком, вы просто используйте инструмент не по назначению, поэтому так что вот мы увлеклись фликером хотя у нас тема сегодня региональной региональной крепости новой средневековья варвары у ворот и последний вид скажем так будущего это так называемое северное сияние вот оно здесь видите мне кстати удалось снимать северное сияние мне есть съемки северных сияний поэтому о чем еще поговорить о том, что для того, чтобы оформить это все достаточно просто если посмотреть мои ролики сделать страницу хоть какой-то вариант если вы пока даже сомневаетесь, что вам это нужно вы можете, как минимум, попробовать несомненно, вы можете создать там на десятки площад начиная там с квейспейс с магмаг с филда сегодня смотрел тоже неизвестного фотографа он там на другой площадке делает создать свой сайт и дальше через сайт делать продвижение это абсолютно реально абсолютно но вы должны понимать, что социальные системы они уже созданы они уже функционируют поэтому, если вы подключитесь к тем направлениям вы просто, грубо говоря идете в то место где уже есть спрос и многим мне задают вопрос а зачем этот кликер? ну там просто люди фотографии выкладывают да если бы это все так было просто, друзья практически все крупные журналы там присутствуют там самый известный там, кто занимается и пейзажной и дикой природой National Geographic но кроме National Geographic там присутствуют все и модельные агентства и специализированные издания по технике и специализированные издания по арт-искусству не только фотографическому если вы начнете искать вы найдете я об этом рассказывал неоднократно говорил об этом что фликер это просто площадка где вы можете найти что что-то твой стиль найти чем не нужно заниматься или наоборот найти каких-то новых друзей знакомых которые позволят вам может быть какие-то места для себя открыть новые которые вы раньше никогда не знали или например новые какие-то жанры которые вы никогда не видели что такое можно снимать то можно придумать идеи снять это ну вы видели в работах что у этого человека сколько у него у него стиль уже есть у него все есть он уже работает в нем давно и это все читается понимаете в чем дело и уверяю вас у него работа достаточно но для того чтобы это уже обрести и уже было понимание что этот стиль требователем да и он как бы востребован нужно поначалу хотя бы понять что хоть кто-то это смотрит потому что фотографию смотрят люди если она просто лежит в альбоме у меня есть множество фотографий которые лежат в альбомах и там мало кто их видел поэтому есть такие работы которые не хочется никому показывать но если бояться все время что-то показывать если вы все время не уверены в себе так и ничего и не будет абсолютно если вы читаете что эксперименты это очень опасное дело что у вас а вас кто-то неправильно что-то подумает да друзьям друзьям всем посрать на вас абсолютно каждый зарыт в своей голове люди там беспокоятся кто как одет да никому это ничего не интересно люди сами на себя все обращают внимание внутрь поэтому можно таким путем рассуждать можно в таком ключе действовать да ну а кто-то считает что нет может быть действительно я что-то сделал необычное может быть кому-то это понравится и кто-то это будет использовать своих бизнес-моделях на своих альбомах я помню как мне предлагали брать эти обложки арка для издания компакт-диска на тот момент я посчитал что ну я не готов просто так отдавать это да кто-то почитает что а почему нет может быть из-за того что-то вырастет что-то из этого получится ну а кто-то считает что нужно копировать просто копировать и все действовать по принципу Стива Джобса да как там кто-то говорил великие крадут да может быть кому-то будет интересно погрузиться в NFT да больше года назад я делал выпуски про NFT мне эта тема очень интересна была я даже что-то пытался экспериментировать какие-то работы у меня там были до сих пор опубликованы как NFT я выбрал тогда вот такой жанр у меня такой силуэтные были такие сцены с людьми насколько это востребовано это мой был путь определить да насколько техника колорит была вообще интересна но мне показалось что это необычно это интересно насколько это будет интересно кому-то еще вопрос только времени и может быть не тот путь да тем не менее эксперименты ну почему их не сделать почему 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 не попробовать вот эта работа например весь она у меня 11 до просмотра потому что в таком варианте это был мой эксперимент по съемке арта в дроне на дроне в дрона на дроне съемка цикл вода у меня была тоже из цикла вода мы сианин кстати эта работа в другом немножко исполнении цвета она у меня в экспорте есть мой моих альбомах не то что я хочу похвастаться но я я задаю вопросы всегда и если вы начинаете задавать вопросы то вполне вероятно что где-нибудь найдется на них ответ и если вы в конечном итоге придете к тому что все что вы делали это никому не нужно то это тоже результат потому что вы точно понимаете что да действительно там ничего нет или рынок к этому не готов или бизнес на этом не построить значит будет двигаться в другом направлении будем двигаться в другом направлении понимаете я не просто так поместил в альбом отдельно эксплор все фотографии которые заходили экспорт для меня например ключевым было с толчком первая работа по которой угодил в экспорт это вот эта работа после этого я даже не знал что такое потому что в русскоязычной версии про фликера на ютубе ничего не было после этого я создал канал я не понял что произошло когда получил эти комментарии хотя у меня эта работа сделана на iphone 5 даже не из е история этой работы я рассказывал о ней как я ходил с камерой даже не с камерой с телефоном искал интересные какие-то места на пляже чтобы зайти на этом пляже это на замке был пляж этот пляж по карте когда мы снимали отель видел что он 300 метров от отеля на самом деле там скала и туда обходить километр и я искал где ближе можно подойти и нарвался там на целую гнезда гигантское количество шершней огромных размеров которые кстати в Новгородске тоже видел я от них убегал от этих шершней чтобы я этому жаль потому что я понимал что они нападут это же штука очень ядовитая если это несколько укусов можно вдохнуть там ближайшие километры никаких медицин нет не убегая я увидел вот этот камень я остановился не знаю что они летали и сделать несколько ракурсов эту фотографию в тринадцатом году выложил я в семнадцатом я не ожидал что она получит отклики и до сих пор ее смотрят и что людям этот который этот альбом уже называется у меня целый жанр сайнар так называемые знаки 93 группы она находится понимаете в чем речь и это являлось толчком потому что я понял что это может быть кому-то интересно как это называется арт фотографии файна фотография просто какой-то да но это это было людям интересно система это увидела и фликер поднял ее запустил ее в эксплор она попала после этого я понял что может быть что-то из этого близко будет интересно пожалуйста вот следующее это снято в Каппадокии в 2008 году на камеру Sony 717 это очень жаркое время много места я там посетил три дня там был в разных и пещерах спустился и на горы забирался и вот в одном месте я снял вот эту работу с этой поездки у меня кстати в эксплор несколько фотографий еще есть здесь видите какие смешные рамочки фотография с разрешением там 5 мегапикселей всего да тоже в эксплор попал и дальше мне было уже понятно что скорее всего портреты мне не надо будет делать камера обскура я не тоже записывал ролик что вот эти изображения раз в год всего солнце попадает у меня в квартиру отражается дальнего дома через стекло и проходит через вот вот эту сетку у меня это тюль это уже нет я выкинул и образуется четкий узор на противоположной части которая здесь у меня там метров 6-8 работает камера обскоро получается четкие абсолютно тени ну вот я зашел тут с камерой с него да здесь ничего особенного нет но система увидела что это совершенно что-то новое вот пожалуйста в экспорт забрала ее это подтверждение моей теории о том что действительно новое экспорт ищет новое я делал съемку яблок в твете и одна из работ мне так понравилась черно-белом варианте я ее обработал и вот сделал такую вот такую штуковину контакт поэтому ну дальше работать в сепи я даже целый цикл записывал про новый новый тренд в сепи ну давайте вот это посмотрим например какой-то дурь показывает да понятно что есть люди которые застанавливают взгляд на фотографии могут быть в ленте там полсекунды да это уже какое-то преимущество в целом они листают гораздо быстрее инстаграме еще где-то но есть какие-то работы когда человек останавливается дольше может кто-то увидеть для себя кто-то мимо пройдет и ничего не увидит поэтому так же как и я посчитал что здесь что-то есть здесь есть уже не просто ствол березы а есть действительно рисунок в каком стиле кто-то упоминал я посчитал что это интересно я даже показывал это место недалеко от где я живу тени и листьев были в тот момент именно зашли я достал камеру снял это все до сих пор она продвигается больше 30 тысяч человек уже посмотрели что-то для себя нашли история здесь есть до качестве описания я сделал как называться цитату рубинса ничего не стоит ваши 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 секреты не что ничего ну в таком переводе вольном сколько стоит мои мои палетры кисти ну дальше у меня тут была целая такая вводные секреты мои тезисы которые я тут оформил 9 пунктов часто уже не то что смешно но это было это реально было ссылки инстаграму и тут фейсбук еще ссылки на прямой сайт который вот и описание лавты где это все делал может это просто для меня было интересно да мне это интересно было да и кому-то тоже стало интересно кто-то обратил внимание и через эти фотографии через эти работы я познакомился с людьми я увидел что они делают они увидели что-то новое для себя и вполне возможно что может быть но это имеет право на существование может быть конечно это такое это личное мое мнение что может быть я и не прав напишите что вы по этому поводу думаете поэтому тематика куда идет фотография ну простыми словами мир уже не торт фото 0 глагол фото 0 фото ночь повивонить повивонить целый словарь тут написали уже вездеход фото фото 0 фото ночь как не фото ночь да ну поэтому что к чему все это придет мы наблюдаем это прямо сейчас к чему это приходит и что действительно будет системами продвигаться а что будет наоборот задвигаться поэтому я все таки предпочитаю чтобы продвигалась а не задвигалась поэтому понятно что есть огромное количество работ которые ну прошли и шли и за них забыли они все одинаковы в таком стиле миллион фотографий сделан вот она будет ну и будет таких миллиард фотографий ну ничего к чему я все это говорю я к тому что если у вас идея есть какая-то идея отличная от того что в этом жанре много людей работает но вот именно такое сделать превратить индастриал и какой-то не только в арт но и в нечто какое подобие живого да чего-то мысль понятно что оттачивать мастерство это конечно наша задача с одной другой стороны для чего для кого делать и что мы хотим сказать этой фотографии да вот фолополос который я говорил который узнается уже даже без наведения мы с этого видео начали он знает о чем говорит where it ends где этот конец в таком переводе вольном да это сегодня произошло но он этим давно занимается он уже понимает что хочет потому что он выбрал для себя то что людям интересно и то что ему нравится и то что выделяет его среди остальных хотя в этом жанре много работ но он выделяется его сразу читаешь его фотографии особенно в квадратных версиях и начиналось все с такого типа работ он стал широко известный именно благодаря вот таким лаконичным минималистическим работам и минимализм о котором мы записывали с павлом мартом когда мы привлекали на залив мы сделали с ним тоже интересный минимализм я думаю что он помнит к чему это произошло ему это приводит черно-белый минимализм или цветной это впечатляет людей потому что лаконичность фотографии она более универсальной становится люди в каждой в каждой такой фотографии находятся для себя находят что-то свое совершенное каждый ищет свое и обратная связь когда мне пишут на мои работы что они что-то увидели да то есть что-то новое ну вот взять например ну давайте простой прием да покажу олег привет олег купил таки не мерил не мерин не мерин 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 это мерседес купил таки не мерин dp2 так интересная игрушка пикселем любоваться нужно dp2 раза есть не мерил я совсем привет привет иначе привет илья я не понял про какой dp2 есть разве не мерил dp1 есть x обычные насколько я помню илья подскажи но dp2 не мерил по-моему нету по-моему это мерил все-таки пикселем любоваться можно но смотрите я буквально позавчера ездил в центр встречался своим другом хай-фай и на обратном пути попал со студентами кто был в питере знает что такое площадь восстания было уже темно это было уже где-то в районе пяти вечера так темнело уже включилась подсветка но еще не полностью черно когда вот подсветка забивает у меня с собой не было штатива я взял только я тут переключен оказывается я показываю он туда сейчас переключим я переключится я тормозит я тормозит все выйдет когда вот первое поколение dp2 24 линза так я понимаю что 24 линза первое поколение dp2 не мерил даже интересно давайте посмотрим ну я понял да 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 это я затупил знаток сигм да конечно да была единичка была двойка я про нее собрал стать а кстати эта камера достаточно редко последнее время вижу видно мало кто хочет не расставаться до 24-миллиметровым эквивалентом но там 5 мегапикселей там каждом слой насколько я помню да не для начала я думаю что вполне вероятно может быть интересно но на тот момент когда я искал выбор своей камерой я уже понял что эти камеры мне интересно потому что я ждал четверку милю и мне как раз было интересно именно так переключились мы до обычный так вот я рассказывал по эту работу на кстати олег напиши какие первые впечатления после еще к никогда не пользовался берем у меня тоже был такой затык первый день я снимала второй день решил что и ждать надо такой сильный у меня был порыв так вот у меня не было штатива собой было темновато достаточно я врубил 400 изо прислонил свой видоискателя которому рассказывал камерарда и получил такую третью точку опоры до встал здесь все проводах на самом деле я их убрал здесь максимально залезал как говорится это к вопросу к сергею нужно ли удалять не нужно или нет да и можно ли снять резкую фотографию с руки до 1 80 выдержка ну большинство камер с большими мегапикселями достаточно сложно это рассказывал о технике осознанного дыхания вот видите птички все видны и все ровно все четко так что с рук можно снять и все обладает этими техниками если развиваться в этом и наших проект вообще такого нет олег напиши откуда я понимаю что даже питере и москве камера есть которые очень редко появляются тем более все где-то были удаленном местах сложно найти ну кстати вот один из пунктов который мы сегодня рассматривали как раз коммуникации новая граница охвата интернет проводники и сообщества почему это все всплывает и почему я сегодня эти тема заострил потому что благодаря сообществом вот такие как сегодня мы общаемся благодаря фликер благодаря youtube куда где присутствует такой человек как илья курочкин другие люди мы мы не можем один человек все это сделать и найти ответ благодаря сообществом а сообщество час развивается мы сможем интегрироваться в эту новую реальность и найти ответы которые мы ищем да бывает что много лет ты ищешь ответы на эти вопросы а потом встречаешь случайно как бы человека и он тебя за минуту все объясняет это большое преимущество но люди никогда не осознают что это новая реальность она именно в эти коммуникациях и четвертый пункт у меня новое понятие место фотографии да она будет потом озвучить может быть кто-то уже его озвучить но граница охвата интернет проводники и сообщества это важный пункт в новом в новом тех направлениях да я готов был трудности много чего пересмотрел медленность прога для проявки и за и так далее маленькое разрешение ну по поводу проявки вы мое мнение знаете я четырнадцатом году в пятнадцатом году и в шестнадцатом еще использовал сигма фото про использовал в качестве теста иридиент которые были быстрый но потом со временем я пришел к пониманию что если убрать ограничения связанные с качеством светофильтров почему меня сейчас родом сток стоит после всех этих bmw и против всяких немецких шоссов то можно снимать джипеге если сразу выставить свет если сделать уже нормальную качественную работу не нужно дальше потом ее переделывать поэтому как объясняет слова у не хватит я с ним полностью согласен но разница в ро и жпеге только в одном там и простым языком когда вы хотите обрабатывать до съемки все сделать или после съемки вот я предпочитаю метод до съемки максимально выставить все так чтоб потом не переделывать и поэтому многочисленные люди которые находятся на канале или туричкина приветствуют очень часто привет бракоделы я никоем случае не хочу не хочу никого обидеть но могу сказать так вдумчивая фотография когда вы уже понимаете что хотите снять есть к моменты конечно когда вы вынуждены быстро снимать а потом отбирать но такие моменты тоже присутствует но некоторые жанры потом вот я работаю да или делаю что-то я считаю что нужно сто раз подумать прежде чем что-то снять а потом уже исправлять если такой возможности нет туда согласен какие-то жанры быстро и быстрой съемки модели какой-то динамики но я от этого отошел я стараюсь все-таки найти это состояние дойти до этого состояния восприятия этой волны и потом уже просто нажать в нужный момент кнопку чтоб минимальную коррекцию делать по такому же принципу сергей то вы работает я знаю не только он один 4 мегапикселя классика респект не случайно я делал выпуски про конику там 456 мегапикселей 500 и 600 у меня есть sony 5 миллионники да там есть еще камера разные сиди матрицами поэтому об этом же кстати многие говорят что зачем мне эти мегапикселей тоже цель илья цаплин говорил что 40 это много для меня не павел тоже понимает что в некоторых случаях это мешает работе количество потому что есть это просматривается реально на телефоне и даже на планшете по этих 15 мили мегапикселей по по разрешению до мерила хватает для работы с этими платформами если же вы печатаете на больших форматах если это действительно крупная матрица полнокадровая с хорошей оптикой который не имеет дифракции там на 11 16 я такой же оптики почти нет это все очень дорого дорого то зачем тогда эти мегапиксели объясните мне вот расскажите мне я докажите мне потому что я вижу что работы которые печатаются продаются дорого и таких примеров в нфти и сообщество огромное фотографии разрешением там 10 мегапикселей уходит за 10 тысяч долларов это снято современной камерой некоторые снимают даже на айфоне в таком качестве продают за эти деньги где это граница и почему количество не переходит качество в данном варианте по поводу проявки да здесь каждый решает нужным обрабатывать уроне нужно я знаю мнение людей которые считают что он в ра вообще не обрабатывать значит он не вообще не фотограф ну это их право так думать поэтому это их право абсолютно я дел масса экспериментов и проводил их и накалиброванных огромных дисплеях размером там 50 дюймов до еще 10 лет назад и проводил их на вот планшете которым я пришел да и среди фотографа показывал и они все подтвердили что это не имеет смысла если результат не дает результат то система сложнейшая дает более простая а зачем этой системы пользоваться смысл совпадение олег пишет совпадение вышло стал интересоваться когда сигмой выяснил что у приятеля такая есть фото любители лежит на полочке синхронизм явление жизни до явление великого эколога и ученого и следователя карла густава юнга проявляется проявляется также как явление никола тесла есть мир познание мира состоит из познания частоты вибрации и энергии поэтому да это все так это люди которые познали природу всего природу человека поэтому синхронистичность по карлу густава юнга работает непрерывно постоянно и в советует мыслить вы можете но мысли она витает она не просто там куда-то там направляется она витает когда сообщества будут происходят некие процессы вы посылаете это но она витает и дальше вы можете питаться от нее она спускается эта мысль это не я говорю это все великие говорили я курочки я люблю джипе если бы он д д нарисовал побольше то и рак не нужен да я полностью согласен илья я могу сказать что и явно не против об этом говорит и другие люди кто пользовался хорошими бак крупными матрицами с хорошей оптикой они пользуются джипе джипе тоже опять-таки в разном качестве можно представить да у меня я помню что в десятых годах там с 4 по где-то 10 я снимал камерами sony которые могут писать в тип то есть это обработанные типографский формат из жпега внутренний конвертер очень хороший я снимал в тифе у меня я помню даже времена когда вставлял эту карточку и у меня там на эту карточку 128 помечала там 4 5 10 фотографий до карточка дорогая было я удался блин разница есть даже на тех дисплеях которые я тфт пользовался разница была огромная там 8 16 битный тип который за не занимал там ну не 100 мегапикселей 200 как сейчас да на новых камерах там 50 да там после там двух этом 30 то есть была разница видно но у меня до сих пор на жестких дисках то что сохранилось там есть эти типы сохраненные но я на них смотрю сейчас и мне смешно потому что цвет он настолько своеобразно искаженный то нужды в этом тифе я уже не вижу так как в прошествии какого-то времени я понимаю что те черно-белые фотографии которым лежат на пленках до которые могут сканировать или уже отсканированы в черно-белом варианте они до сих пор актуальны а то что проходит время и какой-то цвет мне нравится или не нравится это мне нравится а людям которые там будут смотреть через десять они не будут смотреть на мегапикселей будут смотреть вот вы здесь подрезали все это будет сразу видно что это обработано и здесь нету части информации да как вот говорят по документальным нельзя и обрабатывать нельзя ничего удалять вот мое мнение другое что там какие-то помехи может быть и с моей точки зрения они здесь лишние для фотографий или какого-то видения кто-то скажет а зачем ты эти провода убрал здесь все в проводах не может быть действительно люди поняли бы по проводам что это для чего что люди там провода проводили к месту которое говорит о том что это вообще беспроводная система энергии до на площади восстания вот о чем речь игорь цаплин да все правильно про него речь поэтому да игорь цаплин замечательный фотограф и школа и его скажем так мнение вообще бизнесе фотография меняющимся до новых направлениях касающиеся не предметы фотографии а бизнес-фотографии контект к контекстной да не контекстный пишите правильно как это называется вид фотографии я за двумя руками я могу сказать что все бизнесы требуют фотографов потому что фотография просто для кого-то для друзей для знакомых это хорошо но когда вы видите в инстаграме фирмы до которые имеют ужасного качества фотографии причем известные компании приглашают фотографов но фотографы делают им так как было сфотографировано 10 лет назад но потом появляется какой-то может быть малоизвестный производит бренда идет какие-то невероятные арт фотографии благодаря которым это может даже не иметь прямого отношения к бизнесу как таковому там там ногти там вы снимаете там салон там или сумки но вы из этого делаете какое-то искусство которое притягивает внимание и люди смотрят уже не просто как сумку там или там кошелек они смотрят в контексте что это какая-то история что это какой-то но это круто и цаплин об этом постоянно говорит что сейчас в моде именно не не то что неряшливость а живое все то есть это все настоящее не просто замыленные эти рожи которые я не смотреть на них не могу и об этом же будет савельев которые замечательные книги по фотографии пишут что современная оптика современные фотографы вот фотографируют как рожи до старая непросветленная оптика которым не очень нравится она рисует лица людей это образы это не знаю что сейчас мы большинство оптики плохой ну принципе так и есть большинство оптики плохой даже дорогой потому что есть она в неумелых руках то рожа превращается вместо лиц будет рожи замыленные куклы по другому как назовешь но есть фотограф вот например недавно показывала работы где мастерство кто занимается особенно портретами я портреты очень редко делаю потому что я ну просто это мне не то что это не могу делать но я мое мнение о портрете она немножко отличается от того что то что я вижу хотя есть и конечно только меня захватывать на белые портреты портреты движения это что делает тот же самый автор который мы сегодня смотрели уже из индии а график совершенно невероятный портрет олег 46 пикселя правда оказались таким кошерным что в гога пикселя интерполяции привлечение в два раза интерфактов вообще нет а слова совсем удивило крайне с f украины заметно мультяшность картинки здесь абсолютно верно все новые для того чтобы понимать от откуда это происходит есть некие физические процессы которые и никола тесла знает и все фотографы и компания сигма президента прекрасно знает что такое дифракция и чтобы частоты даль которые третья часть познания мира от если энергия частота и вибрации не будем сейчас углубляться вибрации связанная со штативами в нашем применении к вибрации зеркала все остальное обратим внимание на частоты частоты четко связаны с с двумя характеристиками частота связана с временем и со скоростью так же как из-за чувствительности диафрагма выдержка связаны треугольник так и пространство не пространство понятия частоты скорости из частоты скорости связаны и поэтому когда вы опускаетесь на эти частоты а мы работаем со световыми частотами до которые достаточно узкие я не беру там инфракрасную фотографии даже если ее брать все равно это 440 до 780 по нанометров до можете почистать какие-то частоты я записывал ролик который называется 4 пета пикселя и 4 5 герца эта частота красного сегмента спектра чтобы вы понимали так вот размеры современных ячеек так же как размеры кристаллов которые образуются в галлогенидах серебра они ограничены в 80-е годы снимать на пленку с разрешением 100 100 линии на миллиметр да у меня микро ты были я снимал и 32 моя любимая пленка это было верхом сложности но поскольку сейчас современная матрица споровые имеет разрешение гораздо выше и мы уже имеем размеры самих элементов можете посмотреть каковы то здесь уже мы сталкиваемся с эффектами не только дифракция аберрации но и мульти волновыми искажениями связаны с тем что сами размеры элементов близки частоте света с которыми они работают поэтому всевозможные вот эти пастеризации которые называют слова в нефати и который замечательный сделал обзор фавиона мирил он тоже это увидел я записывал даже ролик у меня есть ролик по дифракцию он так и называется дифракция фотографий и я показывал что на фавионе эту дифракцию можно увидеть если говорить о современных камерах которые имеют там 40 и больше мегапикселей там серьезнейшие проблемы без увеличения физического размера матрицы это на самом деле тупиковая ветка я об этом постоянно говорю что существуют технологии которые там может обойти это атомарная оптика или торт за что получили нобелевку он тринадцатом году эта технология уже будет использоваться в новых смартфонах стони айфона все остального это сто процентов потому что по плану sony там все это расписано можете на сайт сон не зайти я уже ссылку давал и там до 20 до 30 года расписано как они будут подходить к этому все идет и как раз это имеет отношение к чему это имеет одно новое направление применения фотографа новые инструменты для бизнес-систем и новые границы охвата и новое понятие вот все четыре пункта умещается вот то что сейчас говорила лет поэтому понятие дифракция нами отношение не только к линзовым системам да вы знаете чем это связано связано с тем что скорость прохождения света в разных средах она разная хотя все считают что одинаково нет она замедляется изменяется поэтому из-за этого все происходит из-за того что свет ведет себя как поле как волна совокупность полей электромагнитный почему называется электр и магнит два поля ну это много так вот ограничение как раз связано с тем что и покрытие на этих фильтр так называемых байеровских матриц и фильтра на павионе и размеры ячеек и форма ячеек и алгоритм который преобразовывает электрические сигналы поступающих смотрится эти сигналы кстати отображают только яркостные характеристики видео когда учился в институте нам один из выдающихся мировых преподавателей я учился и цветоразностный сигнал на вы знаете что такое y минус цель минус b и кинусер то есть это цветоразностный сигнал вычитаемый из яркостного получает представление о цвете варианте фавиона это позволяет упростить фильтр до практически лишить дальнейших обработка через фильтры варианте байер это специальные фильтры но все это электрические сигналы электрические сигналы подвержены помехам и количество помех когда вы уменьшаете размеры вот этих ячеек она гигантская даже вот на этой работе вот посмотрите внимательно посмотрим и смотрю что здесь я включил шумодав немножко корректно все равно выйти на фавионе видите да вы видите эти искажения вы видите это смешение цвета чем она вызвана вызвана нехваткой низкой характеристикой сигнал сигнал шум эта характеристика является ключевой где вы можете выбрать полезный сигнал от постороннего сигнала эта характеристика варианте аудио в цифровой технике называется закрытием цифрового глаза я слушал лекцию от одного из основоположников вот этой технологии цифрового аудио да и где он рассказывал что проблему от этих передач сигнала в том числе кстати видео метод отношения илья форма турними там это глобальная проблема цифровой сглаз когда закрывается то сигналы обработки процессов не могут отличить сигнал полезный от постороннего и здесь влияет тот принцип который в про кабелей рассказывал скин эффект так называем когда сигналы поля передаются в границах между диэлектриком и проводником об этом все знают фотографии тоже самое электрические сигналы которые дальше по проводам по платам ведут они точно также теряются поэтому это об этом очень мало кто говорит но если вы откроете камеры дорогие увидите в чем отличаются камеры дорогие дешевых вы сразу это увидите по проводникам по тем элементам и о магнитной защите почему пластиковые камеры и металлические и магниевой камеры они отличаются по этим характеристикам поэтому я думаю что вы наверняка понимаете о чем я хочу сказать игорь ос игорь оль игорь мегапикселя для обрезка и для печати да абсолютно верно согласен и у меня много обрезанных фотографий и при печати если вы хотите что-то скадрировать типа особенно про видео в котором илья силен то есть вы даете возможность вам на постобработки на под продакшен все это резать поэтому 8 8 8 к до 16 к 12 к для этого и сделано тот с дрон который снимал 5 и 4 к зачем там 5 и 4 к на потому что резать на 4 можно легко проблема не беда что там 150 мегапит мегабит в секунду да хотя бы компьютер потянет такое ну мой планшет тянул как бы работу илья в два раза увеличивала гигапикселем а это уже почти 20 мегапикселей вполне разрешение уже выходит здесь я могу напомнить о том что например в квадре dp quattro имеет возможность настройки программы делать разрешение больше чем сами элементы да там первый слой 20 мегапикселей вы помните стали помпа 8 да но она может снимать там в двойном разрешении я не не очень хорошо знаком с современными технологиями в последних камерах но я знаю что такие же технологии увеличения кратного разрешения виртуального есть и в каноне есть и в других компаниях поэтому hdr про это же самое почему iphone выигрывает потому что ардиарда из восьми там или скольких фотографий он складывает да то что павел марта складывает вручную до программах hdr или например тот же владимир из который попал нас тоже в этом месяце в explore тоже сложилось нескольких фотографий сделал панорама на совершенно невероятное качество она раскрывает возможности возможности павиона да сейчас давайте посмотрим так раз уж мы к тему это затронули я вам покажу повышение изначально исходных данных это ключ к тому чтобы поднять разрешение качество без шумов поэтому я считаю что нужно именно этим путем двигаться и я неоднократно говорила в американцы которые делают четыре на семь дюймов матрицы уже много лет кастомные с мы найдем владимира владимир недавно к нам присоединился к нашему сообществу будет смотреть тоже недавно попал первый раз вот смотрите это вот именно с этой работы павел кстати как раз написал что это символично что эта работа сделана на фавион вот смотрите друзья эта фотография сделана на фавион это панорамная фотография место совершенно уникальное место силы находится недалеко от владивостока я бы с удовольствием там катила карач учиться напротив видны острова органически бухта оставь его напротив япония поэтому когда мы говорим о увеличении действительно полезного сигнала вот здесь мы можем это увидеть фотографии которая составлена насколько я помню из двух всего фотографий но уже дает другое прочтение по этой же причине например камера фудзи 617 пленочная которая хитро работает и другие дает совершенно невероятные отпечатки которые можно печатать размером метр и больше кто видел такие работы кто видел что площадь кадра вы увеличиваете полезный сигнал света который мы помощью фотографии пытаемся донести до вас до нас до всех это видно любому человеку даже незнакомую из технику что это круто вот самое главное что нам нужно это круто до интересные мысли восточной философии ну а как без них это все связано все книги про это во всех канонах философия и подобно все это об одном и том же разными словами принцип очень простой разделяя властвуй когда вы все разделили знания мешали кучу вам достаточно сложно добраться до источника первоисточника как только вы касаетесь первоисточника то это остается ненужным это можно все выкинуть пытается с помощью знаков фотографии как раз дает возможность прикоснуться к этому источнику и я уверен что это не просто слова великого которого я привожу вам то в будущем он говорил это то лет назад будущем неграмотным будет не тот кто не знает алфавит а тот кто не владеет искусственной фотографии вот так это было таковых годах прошлого века савельев вот еще фото степ хотя современную оптику по собрал отлейки савельев собрал оптику отлейки и используя для видео свои последних роликов в лейку сл насколько я помню как раз из-за того что он увидел то что и фавионыч видит в этой камере то что савельев имеет огромный опыт с работы с большими кадра камерами он прекрасно разбирается в оптике он знаешь что по симметричная по конструкции и он знаком с результатами съемки на слайд на большой формат поэтому он прекрасно когда вы этим попробуйте заниматься вы увидите что можно снять хорошей системой а что недоступно обычным цифровым камерам поэтому то что лейка сделала в новых камерах она достойна восхищения не только в оптике в обработке в матрицах это не значит что это единственный инструмент но савельева это устраивает поскольку савельев продукт пленочные фотографии также как и фавионыч и для меня гораздо интереснее чем меньше рычагов тем быстрее я смогу реализовать то что я пытаюсь найти охотник за силой до когда в эту сила увидите вам важно время от нажатия кнопки до получения результата если вы внимательно изучите найдете информацию по самым быстрым камерам в мире от нажатия клавиши до закрывания затвора то вы с удивлением обнаружите то время вот этого в лейках старых семерках шестерках пятерках она измеряется в микросекундах друзья когда вы начнете это сравнивать современными камерами вы увидите что это в современных камерах это не так и компания лейка она знает эти секреты то же самое про центральные затворы которых я говорю тем отличается фавион но эту тему пропустим дабы не влиять на ценовую политику компании так я курочки они олег кстати смотрел исходники от 10 10 м лейки 10 м кстати есть отличный обзор 10 м р и 10 м п это две разные камеры ну здесь как раз речь идет про 10 насколько я помню р до 40 мегапикселей заметил явную кашу в детальном рассмотре как у меня на крупе было непонятно зачем эти в маркетовую гонку прыгнули м 11 еще больше мегапикселей это то о чем мы говорили здесь замечательный обзор сравнения напишите в telegram канале я пришлю ссылку на короткое видео где человек разбирает как раз двадцать четырех мегапиксельную лейку десятку и 40 мегапиксельную десятку то же самое есть по фишку который я очень люблю камеру сравнение рпл ни в коем случае не будешь это разные как плохие камеры какие-то но прямое сравнение дает ответ на очень простой вопрос является ли увеличение мегапикселя увеличение полезного сигнала нет не является полезным сигналом если сохраняется одинаковый размер матрицы меняться это может только в том случае когда вы меняете алгоритмы обработки фильтрации или меняете изначально качество оптики и об этом был несколько лет что дальнейшем уменьшение увеличение плотности картинки мегапикселей приведет только к одному к необходимости изменения принципов построения оптики к сожалению большинство компаний перестали использовать флорид качестве элемента преобразователя это в очень дорогих объективов они не пошли в сторону упрощения конструкции а усложнения а это снижает разрешение никакие асферические элементы никакие дополнительные радиоактивные покрытия не спасают поэтому дальнейшее увеличение скачкообразного качества возможно только с увеличением физического размера элементов матрицы как его называют поэтому то что будет выход большие крупные матрицы это сложно это дорого мы видим по выходу павиона сколько лет задерживается полнокадровый павион мы видим это по выходу неудачная среднего формата лейки но видим потому что произошло у фудзи да что-то плюс что-то в минус мы также видим альтернативные варианты которых я рассказываю где используется большой элемент 6 на 7 там дюймов с 5 мегапикселями и какой результат дает в этом случае картинка абсолютно живая несмотря на что что квадратики там видны по той же причине средний формат полноценный да там то есть надо четыре с половиной на 6 ну в сантиметрах 13 на 18 следующем 18 на 24 дает другой результат изначально потому что если оптика высочайшего уровня те накроет этот 18 на 24 1 сток то вы получаете картинку который превышает по свои деталям по своим микроконтрасту по своему цвету все что пытается дойти средний формат цифровой но сейчас ситуация изменилась потому что во первых подключились вот эти технологии атомарной оптики как я называю вкратце да во вторых изменились системы обработки появились процессоры которые настолько быстрые то они могут менять более того они могут рисовать заново картин это то же самое что было после тогда 1540 в аудио 1541 16 битный и переход на dsp процессоры которые сами рисовать стали в музыку они изначально вышли за рамки ограничения сигналов шум потому что 16 20 бит это очень маленькие токи настолько маленькие что процессор уже не получает получает шум ну и дальше уже рисуют сами поэтому ринговые цапы от диссеса которых я рассказывал дсп процессоры там текст с инструмент они все это решили стало ли это более живой нет не стала поэтому здесь мы видим те же самые артефакты фотографии параллель все то же самое все связано с частотами с длиной волны все на это завязано поэтому если вы хотите выйти за рамки то вы должны или перестроиться использовать квантовый компьютер ну грубо говоря до более мощные по другим архитектурным принципам или должны углубиться в изменить сами сами первые среды то есть менять структуру стекла в данном случае но это очень дорого поэтому они считают что выращивать флюорид гораздо дороже чем просто сделать более нанотехнологический процесс и поставить более серьезную обработку все что мы видим частной экране даже меня полосатые рубашки это все обработаны цифровые сигналы электрические вы должны понять что это все электрические сигналы потому что трансформация цвета в электр в электрические сигналы это тоже искажение но оптический процессор я вот на них упала уже 10 лет когда они появятся пока не только в церне работает но я думаю что ближайшее время мы увидим оптические процессоры уже в реальности каких-то готовых устройств тогда будет соответствующий качественный переход и видеофото все об этом знают оптический hdmi который уже давно работает когда он появился это была революция сейчас в этом направлении тоже мало идет такого в бытовом плане применения хотя кто снимал на сценарь вы знаете что сигнал там передавался через оптический кабель никакие электрические сигналы таким потоком не справлялись потому что там 40 мегапикселей а с микролифтами там получается больше ста это 15 лет назад камеры делали друзья для вашего просто понимание ясно the face one там тот же самый сен то же самое мамия до сына так я курочкин out м12 еще больше будет до м12 на кстати я пропустил мы же в октябре в конце сентября ждали новую лейку пока показ где-то пока не вышло еще как она будет называться мы тоже не знаем может и сель какой-то новый должна быть новая камера с другими принципами я все-таки жду что они перейдут на средний формат и три года назад игру что я ждал что средний формат что сигма перепрыгнет но по всей видимости не перепрыгивает поскольку она является частью концерта и концерна в который сейчас зашел уже альянсов и диджай ну благодаря диджай я думаю что скачу как раз и произойдет потому что там денег много кстати смотрел исходники от 10 лейки 40 мегапиксель заметил в явную кашу в детальном рассмотре ну вот то что что обнаруженные в пели да даже при дневном освещении увеличивать кратно рассматривать но ведь опять мы вынуждены погрузиться в то что я не очень люблю почему бы нам я просто все это проходил уже и я бы акцентировал ваше внимание не на скажем так технические термины фотографии то что мы сегодня говорим что это вам принесет принесет мне вот это вот это погружение в увеличительную лупу что эта фотография кто-то так кто будет из тех людей которые смотрят ленту instagram или там кликер кто будет это рассматривать увеличивать сколько процентов людей вообще знаешь что такое фавион насколько процентов людей будет это увеличивать и рассматривать бизнесе это не будет заниматься никто то есть для фото выставки кто будет подходить слух и рассматривать фотографии скажите мне такого человека может быть какой-то у вас есть аргумент вы скажете что это действительно имеет право на существование олега с которой записывают технические ролики и другие блогеры которые это рассматривает они говорят именно о применении для чего это теста делать для того чтобы показать людям что там тупик вы не поняли почему они это делают потому что они показывают там тупик вот о чем но это лично мое мнение больше больше смысла больше уже в сср пикать только ну по поводу эсэфа вы мое мнение знаете эсэф средний формат даже то есть на 7 сантиметров даже 6 на 6 6 на 9 6 на 12 эсэпом никогда в восьмидесятые годы не считалось это очень маленький мид эсэф все таки это вот то что делал сена то что делал другие форматные камеры тс дальше большой формат уже от 18 на 24 а камеры которые делал минольта маме я семерка до хотел благ 500 что еще цейсы которые я снимал ну сейчас так называют эсэф да потому что если в цифровом виде это 43 на 30 сколько там миллиметра то есть ну это даже не тянет на самый маленький 645 вот 645 до подходит это это 66 на четыре с половиной но мы не видим таких матриц да пока а его называют эсэфом ну так приняли потому что хоть как-то надо привлечь менеджеры они такие им надо доказать что это эсэф понимаете этот с автомобилями хороший пример 3 секунды за сотни или там две с половиной секунды за соль разница есть там тысячи лошадиных сил или полторы тысячи лошадиных сил сейчас об этом можно говорить когда-то мечтали что там 600 лошадиных сил этому много до вопрос как тормозить на этой фотографии хочу сказать на этой машине поэтому да больше больше есть такая замечательная статья я давно я приводил пример из великого нашего маркетолога он молодой парень роста ради роста там было написано все это написано исследование это на самом деле технический рост ради роста не имеет никакого смысла потому что это просто часть потребление в хорошем варианте они будут материться как это в исходнике названо это не потребление даже я с владивостока о олег с владивостока обалдеть слушай так ты и живешь там же где владимир бородин это круто вы там можете закалабиться потому что мы как раз владимиром через telegram я сейчас проводил эфиры на природе на на ландшафт ну как бы на съемках backstage я делаю в телеграме поэтому мы как раз владимир обсуждали когда я делал вот эту вот эту фотографию это в прямом эфире было все сделано потом это все выложено с не получилось в эксплуат вот эта работа как раз мы как раз рассказывали о тех местах он рассказывал про вот эти бухты все владик это круто там столько всяких мест силы вы можете нам закалабиться может съездите на эти места покажите может быть и сделаем может эфир с вами вместе можно начать телеграма можно потом уже на youtube все это сделать поэтому я считаю что будущее фотографии принадлежит как раз вот этим сообществом потому что по-другому только объединившись в хаинде сейчас такая же проблема они-то поняли что только объединившись мы можем выжить эл альянс не просто так создав панасоник клейка сигма и сейчас присоединился держать уверяю вас мы увидим в этом году в следующем еще производители которые присоединятся к алл альянсу они прекрасно понимают что выжить невозможно были прогноз еще три года назад когда говорили nikon canon nikon canon это конкуренты но типа они в объединяться вот раньше это было дикостью сейчас я не верю что это не дикость например олимпуса на примере пентакса мы видим кто теряет и выходит из игры например и кодека я об этом говорю мы все это наблюдали уже 20 лет назад как это чем это закончилось закончилось это растворами они тем что компания уже не является не только она вышла из фото рынка и сейчас мы будем видеть то же самое абсолютно мы увидим конторы которых никогда не слышали они будут лидерами как появился айфон да и забрал практически все и те компании которые еще что-то слышали про них про них уже забыли и уже никто не помнит что по эриксон тони эриксон телефонах пример может неудачно пример антони google камп рога в телефоне уже давно это дело главно проц телефона да вот про это говорил и я упоминал буквально неделю назад смотрел мне понравилось это и об этом рассказал еще год назад что будущее фотографии один из вариантов фотограф это человек который виртуальных очках сидит набирает места выбирает локации и вставлять туда объекты все это уже реально работает то есть все что мы озвучивали она пока там пришло то же самое контекстная фотография да если у вас нет какой-то новой идеи а эти системы уже создают новые идеи и в этом опасность остаться вне рынка нас как фотографов как людей которые что-то видит кто-то чувствует поэтому я думаю что нам к этому надо подготовиться и цель как раз сегодняшнего видео в мир уже не торт как раз об этом о том что уже пора надо объединяться и создавать какое-то понимание чтобы было в головах складывать куда мы идем катастрофа мир уже не тот мир уже не торт так что вот поэтому я считаю что мы готовы и сообщество фотографов на ю тубе международная российская какой угодно этому тоже пришли поэтому нам не нужно конкурировать друзья нам нет смысла этим заниматься потому что речь идет о не то что выживание а о том что это может прекратиться просто как таковое или перерасти в нечто такое что то потом будет жалко что мы это не сделали да он даже автор книг по большим камерам савельев универсал ну да по дагула по дагору по системе который мне очень нравится это двухлинзовой системы триплет клубка которым я рассказывала снимал как раз ролепорда с этой оптикой про это у меня было некоторые посылы про ксенон объектив который сделал стрит доступным каждому в середине прошлого века да как он изменил после тесара как он взорвал рынок практически стрит фотографии любой поэтому это все нужно знать если это интересно людям и как это происходило сегодня как раз вот вчера отправлял в виктору если будет виктор смотреть очень необычный лот на авито где на бинокле калцейс гравировки на русском языке восемь крат и это абсолютно норма было чуть больше ста лет назад эти фирмы находились в цельности то есть они были и в россии в санкт-петербурге и в германии и никакого разрыва не было и просто историки переписывают историю таким образом это каждые 20 лет нам происходит то мы думали что это вот там плохо здесь хорошо там умели делать в германии а у нас нихера ничего не умели все это вранье друзья абсолютно также история то что на ламу ничего делали хорошего ну а почему тогда люди покупали там f92 до сих пор люди гоняются там еще осталось несколько экземпляров зачем люди зачем японец во фликере снимает юпитером третьим вот этим почему он не пользуется там у него есть куча денег куча бабла он почему не цель сам не снимать почему он снимает и юпитером третьем на этой последней sony с вами почему он выигрывает конкурсы поэтому если погрузиться в эту тему дать ему кому интересна оптика да он может погрузиться в эту тему почитать книжки найти в интернете все это и действительно найти для себя инструмент пригодны для чего для своего бизнеса для своего хобби для своей терапии который я уже сделал целый канал а футерап проект на графе это терапия а в наше сложное время где психические расстройства привели приобрели уже глобальный масштаб фотография стала еще и таким жанром это реальный инструмент медицины который уже укатилась дальше некуда вот и раб подсоединяйтесь к нашему и в сообществу фото f1 я там рассказываю у меня и выпуски были что такое фото терапии фотографии терапии почему я делаю на на канале телеграммом на вот эти трансляции что вы почувствовали что происходит в этом процессе до вы понимали что фотографии это процесс как любое действие это процесс и вообще вся наша жизнь это непрерывный процесс это все живое двигающееся если мы закостенеем в этом если мы будем только фиксироваться что было они двигаться вперед ну все мы мертвые люди умерли движение тоже программная фотография да так она есть я просто не думал что смогу распечатывать на тот же а4 даже а3 с dp2 без потери деталь окажется норм у меня были выпуски где я показывал у меня сейчас кстати пришли четыре рамки 40 на 55 сантиметров я посмотрел те работы которые спечатал над это диджитал кстати вот илья знает на река тоже печатал я как раз разбирал вот почему мне это в классическая фото печать над это диджитал на фотобумаге она почему-то мне не зашла как сильно как черно-белая причем как например печать на новых эпсон ах вот этих на арт бумаги с лоб когда прессована там бомбическая просто картинка она абсолютно живая и меня слава богу даже была продана работа такая при этом почему-то в классический фото процесс это уже не самое совершенное что есть все движется друзья материалы решают все материалы технологии и вообще понимание поэтому кто хочет кто будет питере кто хочет или у кого есть возможность да попробуйте распечатать пойти там фото ванда кто в питере будет я рекомендую кто там ярком мире в любом просто возьмите распечатайте на арт-бумаге пепсоновской да я правил раз записывал как раз ролик про вот эту работу где распечатал на нескольких разных вариантов бумаги я просто выпал в осадок я сам печатал достаточно много но на тот момент и едоконт на котором я печатал бром портрет и тисненные бумаги березки всякие но то что сейчас бумага такого качества и печатки чернила именно с архивными чернилами совершенно невероятное качество результат превосходит то что увидите на дисплей даже очень высокого монитора потому что . черного если вы понимаете о чем покрытие этих бумаг или без покрытия текстуровка сама хлопка до плотность его плюс новые вот эти стекла в оформлении музейном я делал невероятный совершенно результат когда вы видите посмотрите мой ролик про вот эту работу которую распечатал уехал владельцу небольшого формата на фотографии она просто невероятно это сделано на классическую обычную сигму там депутрием тоже говорить про большой форматом 40 мегапикс или 50 звене в эфире до синхроне работают фотограф фотографа вид издалека я просто не думал так рак ли привет не призвана face one да то бишь однолицы да на на лице и отдыхает отдыхает однолицы в однолицы что-то в цветном варианте не понравился мне многим не смотрел написали что плохо что я делал инверсию на черно-белом варианте будешь настаивать его вставлять буду байер это тупик но здесь делаем даже не в тупике а в том что когда есть технология которая позволяет раскрыть какие-то варианты то производитель знаете какой пример хочу вам привести я вам хочу пример привести такой когда поскольку я занимался техник очень давно если вы помните когда стали появляться первые жека телевизоры жека именно монитора жека телевизоры вы помните тот момент когда плазма уже были 50 дюймов и даже 61 дюймов я продавал такие аппараты там вся тысяч долларов и больше а вот жека почему-то были небольшого размера и большого размера жидкокристаллические дисплеи например та же самая sony 2000 тампом третьем пятом году она стоила плазма стояла там меня не помню 20 тысяч баксов а же каждый такой же стоил там два раза до 2 дороже была такая sony модель и мы тогда удивляюсь почему такой ценник на большие жека но все поменялось друзья когда изменилась технология карта джека когда из огромных матри стали резать на меньшие куски то есть научились врачи большого размера потом это резать и вот как только эта технология пошла резко стали падать цены на жека панели сначала это было помните там 100 лампами с обычными подсветами потом диодные потом уже квантовые точки но смысл в том здесь тоже самое то есть в байере если есть технология которая позволяет это сделать массовым но фавион пока такой технологии не является вот я вас уверяю если эту технологию поддержат и будут использовать а ее уже поддержала если вы не заметили подобную технологию компании apple никто не обратил внимание на вот этот клад пиксел так называемый да как-то по нему прошлись но не акцентирование внимания что дает клад пиксель в в айфоне 14 но кто в теме кто павион использовал и кто знает что такое vps режим павионе посмотрел мои ролики они прекрасно сразу поняли что дает этот 14 iphone по сравнению с 13 это будет видно сразу же при темном помещении когда вы на 2 стопа хотите уменьшить шум и ну смысле чувствую экспозицию но при этом не потерять шума не получить мы дополнительно вот этот квад дает то же самое что и видит и олег использует дп классическую когда жирный пиксель как говорит олег из он закрывает проблему почему я эту конику использую 500 до сих пор и 600 там большой жирный пиксель хотя она имеет матрицу 1 разделить на 47 то есть эта матрица крупнее чем новому айфоне в айфоне меньше но количество света при размерах да она больше собирает матрица чем более после последующем появившейся 8 и 15 пиксельные камеры и при том что оптика хорошая при том что матрица даже маленькая умов нету 1 15 1 8 снимаешь а там вообще нет шуму их нету цветных шумов и это тоже байер это тоже си сиди ну ник мозг конечно да я соврал но смысл в том что до сих пор камера интересно потому что есть снимаешь а там шумов нет вот о чем речь то же самое вот эти квады объединение ячеек до vps когда вы объединяете четыре ячейки в одну это было технологии впереди в этом не фуде она по-другому называется и в никоне было но файон пошел дальше всех потому что он объединяет столбики и получается что вы объединяете не четыре элемента комы на 4 на 3 12 элементов объявить и вы получаете прирост в сигнал шум такой о котором и вы не против сразу заметил что там каждый пиксель как он написал он каждый пиксель имеет разный цвет в баре это сделать невозможно там все равно информация перекрестным путем вычленяется и нет такого что на каждом элементе свой цвет это не сделать так физически никакими процессорами ничего это то что называется вот такой стандартный классические как бы не особенный павиона цвет можно так определять но это все понимаете слова то что мы говорим когда человек видит это он может пытаться описать разными способами глубина цвета некоторые говорят микродинамика отсутствия шумов там еще какие-то но это все слова пока вы не увидите это все вот как байер будет загнивать и смерди да нет он не будет загнивать и смердить потому что если мы вернемся к названию нашего ролика до фото 0 мир уже не торт и новое направление применение фотографов здесь могу так сказать если мы не будем заниматься съемками видео фотографы то скорее всего мы останемся вне рынка а для съемки видео фавион не пригоден абсолютно потому что скорость работы фавион даже в новом который выйдет она будет низкая и это все прекрасно знают и я тоже прекрасно знает об этом поэтому к мосту мы обязаны и к мост появился первая камера к мост который в 2003 мне принесли вот такие вот размером там не знаю с таблетку там 5 копеечную монету китайская г но они были к мост и они видео снимали и когда сравниваешь и моему коникой sony были тогда видео 480 на 640 снимали и вот эта маленькая камера с дыркой там два миллиметра она видео снимала лучше чем sony которая стоила 2000 баксов и когда это произошло я сразу понял все эти камеры заберут весь рынок видеокамер это произошло только мы не думали что это будут видеокамеры это будет фотокамеры тем не менее я снимала xx и xm и xl и панасониками трехматричными но когда появились вот эти к мосту и камера смеси сиди который выпускал sony panasonic canon они забрали весь рынок сейчас к мост который там fx сам sony новые там дам кэнон тоже сам никон они лучше снимают видео чем многие специализированные камеры на си сиди снимать настолько лучше что там никаких шансов никаких нет не говоря уже там про 120 кадров в секунду 240 вот это вот игрушка iphone снимает на этот мост лучше чем многие видеокамеры которые лежат там у кого-то в чуланах уже так что байер не будет загнимать и не будет смердить он будет дальше двигаться в сторону видео психические расстройства стали трендом нашей жизнь процесс борьбы или симбиоза стаканом расстройстве ну да мне нравился еще старый принтер epson фотопечать и любительский картинка отличным ходила по цветам меня лежит сублимационный принтер как раз я на нем печатал и я до сих пор тоже сравниваю фотографии которые сублимационным методом в этом тот же самый фавион там наносится в несколько слоев каждый каждый пробивается сквозь бумагу вот этот слой закрывается потом слоем да да действительно это некая аналог фавиона есть сублимационные принтеры супер другое дело что сублимационные больших размеров это большие деньги и кстати про них рассказывал недавно хитон другие фотографы тоже стали обращать внимание опять вновь на сублимационную печать ну печать печать главное что вы интересуетесь и что мы интересуемся тем что фотографии это все-таки для многих остался отпечаткам распечатаны поэтому даже те кто никогда не есть у меня и знакомые которые никогда не печатали вот они только хранят на жестких дисках там через интернет что-то но вы знаете очень интересно наблюдать за их реакции когда им показываешь распечатаны фотографии даже небольшого размера даже небольших элементов там 5 мегапикселей и вот я думаю что кто здесь присутствует на этом сегодняшней трансляции они понимают о чем есть результаты действительно и есть такой блогер по-моему с такого города он тоже писал про фавион несколько он делал буквально там на прошлой неделе по моему была выставка подмосковье там смоленске да у него там есть проект вот это когда люди приносили свои отпечатки и развесывали можно было взять какой-то отпечаток повесить свой забрать другой и он как раз рассказывал о том то ток у людей которые никогда не видели распечатаны фотографии когда они видят листочки вот эти на висящие на веревках они подходили они с удовольствием все это рассматривать для них это но новинка для многих людей которые никогда не снимали на пленку никогда не распечатывали у них в голове все переворачивается когда они в руках держит работу и вот это даже на цифровых камерах современных можно распечатать и получить вот этот эффект ради этого эффекта фотография будет существовать в таком виде абсолютно точно поэтому новое направление применения фотографа новое знание умения к вам тоже относится начните печатать попробуйте распечатать если вы сами не можете и не хотите с этим заморачивать зачем сейчас это делать отправьте дистанционно есть гигантское количество даже в россии фотосервисов онлайновых до которые там повезут вам домой все это вы в онлайне отправляете получаете забудьте про калибровку друзья пока просто распечатайте в том виде в котором вы когда сравните посмотрите и вы наверняка что-то найдете и может быть это для вас будет новый инструмент для бизнес-систем второй пункт нашим сегодняшним видео так что у нас дальше мне нравится еще старый принтер сэпсон да мы про него говорили насколько выгорает современные отпечатки на принтере но если вы будете искать информацию то например есть архивная печать у эпсона есть такие печатки да да никакие два года зачем говорить 20 лет черно-белой фотографии на серебре на тот момент когда я занимался срок хранения 150 лет уже пройден то есть сейчас есть фотографии на серебре которые хранятся уже больше 200 лет по 50 лет точно значит проекты по вот этим архивным печатям я не знаю вот может быть больше более точно знает илья но я знаю что это точно ни одно ни два ни три десятилетия почему они называются архивными более того конечно если вы вешаете это на в окно да так как и профессиональные дисплеи даже профессиональный дисплее компанией или китайских компаний там их срок службы там по моему 10-5 лет на ярком солнце они выгорают но что касается печати дайте выгодно на цвету это будет понятно что потоны будут выбивать все равно цвет то есть сделать постов в вечную фотографию ну тогда вы должны скажем так каким-то образом запечатать защищать также как и матрица защищается самый опасный это ультрафиолет который убивает живое соответственно ультрафиолетовый фильтр стоит перед любой матриц так что вот по поводу 20 лет я думаю что вообще никаких проблем для таких у меня обычные фотографии которые напечатаны смотрите цветные фотографии которые мне лежат в альбоме когда я печатал еще с пентаксов там всяких киевов цветные фотографии до сих пор все живы и все нормально абсолютно если конечно я их на солнце выставлю ну там за два года они были выгорят но кто будет на солнце хранить аграть зачем они тогда нужны это называется уже видео шум то есть кино нужно смотреть в темном помещении друзья они при свете у меня клиенты а я хочу присветить смотреть ну да это не кино значит это порно называется не трендом а скорее всего быденностью причем пропагандируем массовое заражение уже норма на лице может задействовать злодействовать этой да мы сегодня покрас показывали фотографию арт который выиграла фотография года на фликере как раз там вот можно почитать и не и не я не и не яй да у нас телеграме появилась идея сделать как это не то что конкурс свой телеграм-канал а какое-то задание есть во фликере такой например такая группа фото фрайдой то есть каждые пять это задание потом течение недели люди выполняют ну снять там воду снять там какие-то монеты или еще что то если вам интересно мы можем точно так же переходите на наш телеграм есть он там в описании моего ролика в описании канала ссылка можно сделать какую-то тематическую ну мы это будем вместе обсуждать какую тему выбрать например для недели может терапия да я ходил тут деревья снимал нашел такой парк интересный заодно там крепость заброшенных центре города совершенно митическое место ну тут черно-белый поснимал там интересные места может быть такой общие люди с разных городов с разных стран может москве у кого-то вызовут интерес можете макро поснимать то есть почему это интересно потому что когда мы действуем в одном направлении и вот эта мысль витает в этом совместном мышлении можно найти что-то новое она всегда появляется друзья это по моему эксперименту систем могу сказать она всегда появляется когда люди совместно что-то делают одновременно параллельно во времени то это потом появляется поэтому посмотрите подумайте над этим что можно сделать там мне например тем тема деревьев очень близка также как и тема стрита какого-то интересного городского не городского может кто-то к этому отвращение испытывать может какой-то арт необычный поэтому я думаю что это будет интересно или например взять как у кого-то есть может быть какие-то сверх старые камеры там айфонами поснимать или там просто телефонами как я делал да ну вот такой вот такую штуку я делал поэтому если вам интересно давайте друзья здесь это сделаем почему нет олег пишет еще заметил что при низком dd динамическом диапазоне это dd не линеен из-за скрытого цвета на пиксели снял картинку с окна вечер пасмурно сера да можем также обсудить прямом эфире но поскольку я вообще как бы планировал новые эфиры не сохранять но поскольку интерес к ним возрастает ну буду пока сохранять все-таки конечно интереснее когда это делается в онлайне поэтому из-за того что у нас временные сдвиги до россии очень большая страна не только россии когда делали совместные эфиры с на open land я делал высоко люди в калифорнии одно время у меня другое то есть у них там утро ранее у меня уже был день вечер да еще более-менее можно на пересечь то есть там тоже самое во владивосток но сейчас три часа мне помню нас ночи да сколько олег у вас там полночь уже скоро через пять минут поэтому когда это параллельно делать но если у них ночь как они могут как мы можем снимать одновременно то это могу сказать по опыту то что я делал год на полтора года назад в выполнении это очень круто было когда с разных городов параллельно люди мы показывали все это но тогда это было вот единственная площадка где можно было одновременно делать упал на час целом заглох telegram такой возможно сдает поэтому в телеграме очень круто может включить и соответственно мы будем искать локацию одновременно мы можем какие-то коррекции вводить то есть вот переключаться кто-то может показать свое место что увидеть да то есть мы можем совместно увидеть какие-то новые применения и ради до родиться может какое-то новое коммерческое направление например путешествие то что мы обсуждали с владимиром то есть есть места где можно туры организовывать да то есть не просто приехал там поснимал а именно целенаправленно для каких-то особых мест особые какие-то объекты необычные которых нет пока еще да то есть особые техники использовать поэтому и это и есть терапия друзья фото раб и это есть фотография поэтому это есть то что я говорю новое направление применения фотограф новые инструменты и новые границы охват поэтому как это будет называться без разницы может называться как угодно а по поводу динамического диапазона это все характеристики которые конечно влияют на качество но они не являются ключевыми потому что обойти динамический диапазон можно обойти искажение пастеризацию на байре тоже можно обойти недостатки чувствительности на павионе тоже можно все об этом все рассказывал о фотошопе вытянул ползунок четкости до конца небо стало голубым облака повелись четко могу закинуть облака с примером да закидывали конечно telegram тем более там несмотря на то что немного но я думаю что больше станет народом потому что эта площадка она будет работать в любом случае даже если с с ютубом что-то произойдет от происходит постоянно какие-то ограничения я вижу то в telegram конечно эта площадка которая очень будет развиваться поскольку она имеет механизмы продвижения уже встроенная я об этом записывал не одно видео я был удивлен какое количество переходов телеграма идет на мой канал просто с телеграма хотя ничего там особо не никого не направлял самое по вовлечению и эта система развивается и она имеет уже очень серьезные возможности и эфиры и подкасты и те же самые ссылки мы можем точно также бросить как я бросаю ссылки свои на фликере можем посмотреть уже исходники обсудить что-то вплоть до того что какие-то вопросы задать по оптике например то что вот задавался павел марк то есть это сообщество она позволяет людям решать задачи быстро эффективно самое главное и найти ответы на те которые вы можете рыть рыть в интернете но человек рядом находится вот о чем речь поэтому это не просто школа это никакая не школа это реально реальные реальные новые инструменты для бизнес-систем и новая граница охвата в чем я говорил насколько я знаком с фото из принтера они превращаются в мутную поверхность буквально за пару лет если держать в комнате в рамке наверное плохие принтеры но должна понимать плотность бумаги что такое то есть плотность 100 например есть плотность 250 и 400 так же как и сами я не особо близко знаком но я примерно представляю чем не говорю и плотность элемента самого капли она тоже очень сильно отличается и капли бывает одного размера бывает совершенно другого как раз например профессионально 9000 я не помню сколько десятка тысяч долларов этот принтер стоит но я вас уверяю что и даже то что я делал на на рицу я потом сравнивал с фото принтером на рицу который стоит 9 рублей за отпечаток она уделала в пух и прах этот эту digital хотя ну вроде как бы не должно быть там ничего но вот в моем варианте то что я не в коридоре висят там еще каких-то местах фотографий она может быть недорого но она очень круто выглядит потому что сам элемент капли он там просто очень маленький по сравнению с классической фото печатью где зерно гораздо больше поэтому тут зависит от многих факторов от того как подается от того какой состав самих черных кто писал например пером знает например я люблю очень висконте пернила когда ну использую для пера а кому-то нравится пеликан например японский но попробовав искать и пеликан пеликан я могу сказать что я после пеликана уже никакие паркеровский чернила это просто для меня это просто плинтус попробуйте итальянские чернила и все у вас вопросов не возникнет чем дальше пользоваться также и в инструментах если вы пользуетесь на находите инструмент на голову выше вы назад уже не вернетесь вы не будете печатать на вот этой дешевой бумаге ну что это выкинутые деньги с другой стороны если рассматривать например то о чем рассказывал печать на магнитах да ну фотографии одного дня там посмотрел повесил на холодильник ну тогда да так они ничего и не стоит они сохраняются не так долго очень будет разрушать тогда конечно согласен поэтому здесь от многих как факторов очень очень много факторов зависит олег правильно пишет а чернил за весь тот же эпсон пишет помогать и на выцвет 100 лет да есть механизмы скажем так изучение виртуальные который позволяет говорит что уже есть печать архивные чернила как раз конец аналоги за пару лет вычитывать тема владивосток-питер напоминает какой-то опыт определения состояния долонной когда ребята задаем их мест одновременно произвели измерение оказалось что луна в 10 раз ближе чем написано да я вас оставлю буквально на чуть-чуть на чуть-чуть оставлю вам часы explore немножко отойду а вы пока обсудите обсудите или обсудите то есть в этой фотографии о рост ругу из сколько там в ней мегапикселя или обсудите это удастся going на час и а вы смотрите что это приписывайтесь на вот и Продолжение следует... 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 что вот такой сегодня у нас стрим кстати затянуться но кто будет смотреть записи тоже напишите в комментариях кто дойдет или там потом я меточки сделаю сегодня уже наверно вряд ли успею не до этого будет но потом я метки обязательно сделаю по тематике и по телеграмму не забывайте про телеграмм канал бесплатно абсолютно телеграмме посмотрите что там мы обсуждаем просто зайдите посмотрите просто этот канал быстрой коммуникации бывает иногда кто-то например появилась продажи я сразу бросаю туда люди сразу кому-то что-то надо находит да то есть так было с объективами с какими-то камерами с тестами кто хочет что-то взять у кого-то может быть потестить до или у меня например что то есть я могу отправить кому-то надо что-то попробовать до те же самые в стопы у меня есть например несколько рюкзаков новых который я могу если кому-то интересно отправить заодно чтобы вы понимали сейчас достаточно сложно с техникой и будет это все ухудшаться сто процентов по поставкам и новой техники бушной и аксессуары многие люди не знают надо мне это или нет поэтому думаю что этот инструмент он я считаю что он ну часть сообщества и он если он работает почему его не использовать да что ж такое-то сегодня и у меня тут тупица тупишь тупо его ниш это все вот матричный павелон очи со своей линзой внешний в мозг сканирует все отправляет пространство вариантов и мы оттуда все не можем выйти на 30 на 30 fps у меня включен почему-то все равно затупил да он что-то подвис и за поток а то что много времени идет но у меня не стационарный компьютер я с таких мобильных устройств стараюсь старенький макбук hair десятилетний качает bs на нем тупит тупит но давайте пока тупит я все равно вижу когда переключится я хочу вам еще показать какие-то интересные вещи во фликере кто-то может быть что-то ищет например вы можете кстати точно так же кто интересовался принтерами можете здесь поиски забить принтер какой-нибудь далее вы увидите и сделан на нем там ну или те же самые камеры кто там не знает как снимает sigma sigma dp2 и можете выбрать в поиске потом это будет фотографии показанные группы которых у меня кстати тоже создано было я участвовал в том числе вот и сколько по сигму группам давить отдельно или например по фотографию конкретно dp2 классической дп мерил или там обычный есть вот и при том что вы получите хорошего качества работы вы сразу сможете оценить этот инструмент на чужих руках понятно пока в свои не возьмете до конца не сможете оценить это может быть кто-то неумелого пользовался ли получил на несколько дней и конечно не смог реализовать его на полный сто процентов тем не менее все равно этот инструмент он для понимания того что может инструмент это очень хорош поэтому я не говорю что он единственно но мне удобно и многим другим удобно ты совсем затупили уже до затупил ликер даже не открывает до надо кто-то сделать какой-то магический паз сделать кубок висова все не хочет он показывать видите чтобы я показывал распечатанной работы борются с нами систем не хотят чтобы мы в оффлайн уходили печатали что-то хотят только в онлайн чего такое крутит и крутится и останавливать я ничего не хочу я все-таки думаю что над виснет с ним сделать чтобы над вис а типа группа мертвая ладно дп посмотрим вот есть кто-то да кто то есть будут какие какие тут фотографии то видите многожанровые лучи бы есть кстати монотон мерил не мерил на не хотим мы не мерил хотели обман донит обман донит кстати многие работают такой интересный жанр но иногда депрессивный иногда конечно когда там появляется какая-то интересная красивая модель это приобретает уже какой-то другое прочтение не столь позитивный не столь негативное что что нет переключением да я мы хотели сегодня распечатку посмотреть распечатки на дайте нам распечатки у меня кстати один эфир только там после три четырех часов за за это завис так мне потом пришлось обрезать его да ничего отвисать друг иначе мы тебя сейчас закроем совсем умит камыш умит камыш тренды открыл пипл тут видите какие сколько групп спипал всяких разных и плы не вернемся к explorer сегодня в нему ну какие облака ручь круть редкое явление а кстати тоже известный фотограф антони байер он давно достаточно на фликере у него большая аудитория хэноном снято но увидите как классно просто класс отлипнется не нет отлипай хотел я показать работы распечатанные но видать система хочет чтобы я вживую это показывал но для этого друзья один путь или я к вам или вы к нам как говорится или интегрировать это вот в эфир в телеграме кстати можно же интегрировать телеграм можно попробовать какой-то эфир сделать от технологически все это будет развиваться в онлайн стримом все придет я об этом говорил что просто записывать ролики делаешь монтируешь сидишь там накладываешь закладываешь а потом результате никому это ничего не интересно стрим смотрят хотя там не особо ничего полезного нет поставьте плюс эти вам сегодняшняя наша встреча понравилась как там некоторые говорят поставьте плюсики кому нравится а сегодняшний выпуск поставьте минусы кто не понял ничего так я хотел еще показать по поводу кстати кто решит войти во фликер кто еще не делал себе страницу сделайте потому что оформить все достаточно просто я объяснял как это делать если что можем помочь вот кстати моя ссылка на наш телеграм-канал она есть у меня и во фликере и на канале тоже есть поэтому очень просто фото фото f1 включаете и в принципе все кто кстати не пользуется телеграмом или предпочитает на компьютер я должна на компьютер поставил телеграм-плюс поставила на самом деле неудобно потому что телеграм на компьютере выглядят очень странно хотя он не загружен на планшете на телефоне это гораздо эффективнее гораздо интересней поэтому такое такое себе такое себе ну что ж затупление такое сегодня сегодня у нас дик дикий тупеж какой-то не хочет он хочет чтобы я только эфир вещал с экрана проверка телеграм да ну в этом плане конечно устройство с тсд хотя это тоже тсд мак но старенький просто не тянет оперативка 4 за 10 лет много чего изменилось является приложением какая только разрешение всяких вот он как выглядит этот телеграм короче он будет выглядеть как на телефоне я только еще хуже это в уменьшенном варианте ну вот у нас наш наш телеграм чик интересно его стянуть как он будет выглядеть вот он ну вот это обсуждаем всякие объективы и фотографии в общем есть есть чего здесь посмотреть и сравнить не буду я телеграм показывать скучно так ну что у нас со временем время еще есть друзья напишите что вас беспокоит павел ночь вам может быть ответ какой-то даст если какие-то мысли у вас появится просто вот мысли появилась но вы готовы с ней поделиться ну поделитесь и если не хотите в комментариях напишите в в telegram если хотите поддержать сам проект вы знаете что делать там я в принципе ссылки оставил везде и в описании есть и данные шаналерс из кто смотрится ящиков с телевизоров там скрин-код этот есть бар код поэтому я буду очень рад это меня стимулирует мотивирует и прочее и т.д. и т.п. да не хочет он переключаться что-то жуть какая-то просто жуть совершенная жуть совершенная жуть еще я говорил уже что я это хотя сейчас youtube стал монетизировать шорцы но я удалил все шорцы поэтому рейтинг мой по количеству просмотров немножко провалился но зато рейтинг по социальному всем у меня поднялся я удивился что на b плюс улетел поэтому поддержка канала комментарии это единство что может меня сейчас продвинуть хоть как-то я хотя бы вышел из этой 300 хотя бы пересек 500 что после 500 я уже сообщества могу в сообществе я могу на ю тубе писать какие-то сообщения вам и уведомлять кто не хочет пользоваться телеграммом хотя бы что-то писать анонсы какие-то или какие-то договоренности с подписчиками поэтому призываю те кто еще не подписался подписаться на канал потому что ну не выйти из этого первая граница 100 мы пересекли больше года но вот видите ильи получилось быстрее он видите уже тысячу пересек ну мне до 1000 еще переть и переть как говорится но я все-таки верю что это произойдет значит по поводу дифракции вам говорил но вот смотрите вот даже примеры вот этой съемки да это снято со штатива умов здесь конечно достаточно прилично но я пытался подавить но сам по себе темный вообще результат был изначально но плюс к этому все-таки я хотел передать вот это мне некое такое знаки до который вы знаете что небо нам дает знаки всегда они всегда вовремя приходит у меня даже есть отдельно альбом кому интересно почитать там есть описание что происходило что потом эти знаки чему привели вы сами можете уже проследить ну вот если кому интересно то этим интересуется у меня есть альбом называется sky небо есть sign art там тоже самое эти знаки тоже есть это ни в коем случае не монтаж это просто обработка но сами съемки являются настоящим то есть это документальная фотография небо сейчас покажу да много всяких интересных таких артефактов которые обычным научными терминами не объяснить но то что они имеют связь непосредственно с информацией во времени абсолютно точно можете по датам посмотреть что когда это было сделано какие события потом последовательно поэтому здесь есть какие-то просто технические вот кстати по поводу дифракции можете эту работу посмотреть изучить внимательно переходы оттенков то что к сожалению байер до сих пор не смог это реализовать и принципе это не сделать никак некоторые можно добиться некоторые совершенно нереально поэтому есть просто такие интересные необычные явления которые в том числе сняты на и на сигму и на iphone и на ccd камеры на другие вещи какие-то но заодно вы сможете потренировать свое воображение увидеть какие-то новые для себя новое восприятие и я подключил роботы к ведению стрима фото результат ну что делать роботы до роботы от слова роб работать да ну вот это такая знаковая фотография могу перечислить здесь есть описание она часто продвигается потихонечку это сделано было 31 октября 15 года я не знал что произойдет я сделал фотографию выложил ее через некоторое время я находясь в том же месте увидел почему это ну сбейте в поиск 31 октября 15 года посмотреть что это было в описании там это все есть я так видите листа вам небесные фотографии так учетом переключилась нет не переключилась чувство не судьба нам сегодня посмотреть принтер но волне возможно что это нам говорит вот кстати по дифракции очень интересная тоже фотография где можно рассмотреть вот эти переходы ну мнение людей которые владеют байером и ну мне многие написали тогда и позвонили кто-то сказал что это не сделок на байере причем это не только с россии люди это написали люди которые из других мест поэтому я не говорю что это я сам что-то придумал когда мне со стороны об этом говорят люди мне это вдвойне приятно что значит я мысли в этом же направлении и может быть где-то правильно мыслим где-то не очень просто часто люди начинают когда фотографии взаимоснимать небо просто до облака какие-то так же как некоторые начинают с макро фотографии цветочки об этом говорил потом приходит к тому что во фликере находит какой-то свой жанр свой стиль и дальше продвигается уже и может быть к чему-то это приведет к изменению их жизни вот кстати тоже интересное здесь место такое очень интересное время необычное место само по себе как в чб так и в цветном варианте я считать и группа даже в интернете облачная группа я не записывал там видео как это когда-то рассказывал что специализируется на изучении охотятся за этими редкими облаками есть кстати у меня здесь съемки и серебристых облаков не получилось снять поэтому кто смотрит регулярно каналов и выночи знает как бы что это проходило уже здесь же есть работа которая на очень большой чувствительности сняты ну вот в октябре восемнадцатого тоже удивительное небо было совершенно невероятное вот такой вот тоже совершенно невероятное по оттенкам по палитре и по тому что потом дальше происходило знаковыми просто небо какое-то горящие да когда на большой высоте тоже интересно два с половиной километра такие снимки еще не было у меня еще с фавиона восьмой год на sony снял сонаром 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 ну такое тоже не обмывается ну говорите вот смотрите вот оно качество павиона да и матрицы павион на что может это камера даже просто в таких простых условиях да она полностью 16 то есть это уже дифракция проявляется 25 секунд то есть уже двигается все и даже видно что звезды которые попали тут чуть-чуть они смазаны и луна в движении но видно часть темную допустим вы должны понимать что инструменты которые сейчас оптически современно они совершенно невероятны невероятного качества совершенно невероятного глаз не видит не мой не только даже у которого очень острое зрели то что видят эти камеры новые современные поэтому качество сигма конечно как всегда на высоте да все он тупит по жесткому друзья не буду вас отвлекать если у вас нет больше вопросов если есть конечно мы немножко продолжим я с удовольствием бы еще что-то рассказал вот триндеть всегда рад но мысли сегодня подводить подводя итог следующее что мир уже не торт фото 0 это не значит что фото фотограф 0 а то что идет некое обнуление и изменение направлении появляются новые возможности и это действие связано с фотографией связано с фотокамерой с инструментами и фотографу имеющий знак 0 обновления мои предположения развития 4 сценария рис нарисовал которые озвучены одним из гуру развития событий и мои предположения что нам делать это новое направление применения фотографа новые знания и умения 2 это новые инструменты для бизнес-систем новые способы коммуникации бизнеса здесь нам в помощь наше сообщество соответственно новые жанры которые появляются на стыке и соответственно новые какие-то способы коммуникации и третье это новая граница охвата интернет проводники сообщества ну четвертое новое понятие вместо фотографии она будет явлено мы это увидим как она будет называться неважно будет мета модерн там еще как-то без разницы факта что это уже процесс запущен он уже происходит мы не должны стать в стороне мы должны в этом участвовать и во все оружие прийти к к новому к новой фотографии так что вот друзья если нет вопросов фигуры я буду закрывать сейчас стрим рад всем очень благодарен за комментарии надеюсь что мы увидимся в новых стримах в новом эфире в онлайн в telegram канале где гораздо интереснее все это ведь всю эту фототерапию как называемый проходить вместе с вами так что друзья присоединяйтесь к сообществу и спасибо еще раз всем друзья надеюсь что сегодня смогу выключить эту коробочку остановись остановись потому что что-то сегодня не выключается не как у меня всем пока друзья вам был поменять пока а и а и а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...